я включил включил мы сейчас подождем пока это все запустим все вот эти трансляции начинаются со слов я запустил 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 или не запустил что происходит что происходит не понятно ничего так вроде она вроде она все работает но это не то нет не точно но тем не менее начнем всем привет 18 часов воскресенье пора бы уже привыкнуть что все не сижало освещает вот сегодня у нас в гостях и я ваш ведущий гостях у нас юрий москвин или москве 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 все верно все верно так хорошо начал это комментариях пишут вот как же можно кайк коверкать фамилии вот так вот можно очень легко и очень просто да юра расскажи о себе как ты вообще вот был нормальным человеком и как ты в 3d вообще вошел и зачем тебе это было нужно это моя любимая история про винтовые лестницы всегда когда у меня будут спрашивать как ты начал заниматься 3d я буду рассказывать моя любимая история про винтовые лестницы ну короче если коротко если коротко я очень любил в детстве всякие штуки типа игры компьютерные и мне очень нравилось в играх постоянно что-то строить и устраивать что-то создавать мне очень нравилось нравилась игра sims но нравилась она мне не потому что там можно что-то делать там создавать семьи прочее жить а потому что там можно было строить дома соответственно я строил дома но в какой-то момент я обнаружил что мне для моего супер гениального дизайнерского проекта нужна винтовая лестница а винтовых лестниц там в sims это sims 2 было или не помню sims 2 наверное короче там их не было я попросил родителей дайте мне пожалуйста какую-нибудь программу где можно делать как в sims дома строить но чтобы там были винтовые лестницы и вот мне батя дал диск с 3d максом который потом лежал на полке несколько месяцев потому что не умел установить программы вот и на этом все собственно и закончилось но потом шло время и там уже даже точно не помню что что-то мне еще там захотелось построить я попросил опять этот 3d макс мне там вроде дали маю в общем как-то вот так вот пошло закрутилось и завертелось но мое увлечение именно 3d графика и тем что там можно что-то делать прикольно началось именно вот с этого с винтовых лестниц sims я не хочу намекать на по моему ты ничего не делаешь сюда я не слушать пришлите да чё ты не сказал так все ты бы сразу сказал все я нажал все а спросить что мы сегодня делаем там после этого же обычно начинает что делать что делают в адрес стоит как вот все понятно как они моделят все давай ведущий что мы сегодня делаем что мы сегодня делаем в общем мы делаем такую вот замечательную девочку референс вы видите по концепту сейчас чтобы не набрать джины лакотта надеюсь я правильно прочитал имя вот собственно такой вот замечательный концептик делаем мы эту работу в рамках челленджа draw this in your style соответственно сам автор предложил этот челлендж по этой работе так что мы будем мы не будем в общем особо привязываться к данному референсу то есть сделаем что-то подобное но но как пойдет вот и также небольшое отступление я это все как вы наверное уже поняли сделал ну по крайней мере не до конца но частично короче вот соответственно это у нас запись рабочего процесса чтобы вы видели уже какой-то движ но при этом я особо не тупил мог с нами более-менее нормально разговаривать не отвлекаясь на всякую фигню в виде этого вашего zbrush а но это да так напомню что ты говорил про винтовые лестницы про то что тебе дали диск среды максом а потом ты установил мою я не немножко не помню что в максе так и не установился а по моему нет я ты же у нас максе работаешь слушай нет в конечном итоге я его установил мне было я не знаю сколько там лет девять или восемь короче я там даже разобрался что такое грани эти грани и ребра да грани полигоны вершины вот это все я даже их как там поперетаскивал то есть девять лет уже умел делать вещи так хорошо а как ты заброшу докатился до заброшу докатился вообще на самом деле вот эта история там как я познакомился с 3d и грубо говоря вот вся эта хронология я могу сейчас немножко расходиться с тем что я говорил там допустим своем видео про это или там каком-нибудь интервью еще что то потому что я честно ну это типа так давно было что я все помню примерно вот но заброша заброшем я познакомился в 2013 году когда мы с подругой решили сделать игру кто не мечтал делать игры свои вот соответственно нужно было сделать персонажа для этой игры ну зебраж первое что под руку попалось на самом деле а нет я еще выбирал зебраж или матбокс я не помню почему мой выбор пал именно на зебраж возможно потому что просто уроков было больше на русском наверное за это а с английским то и не очень знаком это был 2013 год чем-то я же мелкий был ну относительно но в принципе я сейчас не то чтобы с английским прямо хорошо знаком но мне его хватает по крайней мере для того чтобы смотреть те же уроки и понимать в общем-то основную информацию которую там доносится хорошо у нас сегодня тема то что мы хотели поговорить про фриланс про заказчиков и очень часто в принципе у меня даже на твиче спрашивали как типа найти первые заказы и собственно у нас сегодня более такая новичковая скорее рубрика это тут прям группа вопросов наклевывается чтобы все понимали примерный план на нашего стрима хотел бы узнать твое мнение как искать первые заказы как понять что заказчик вполне себе адекватный в принципе он тебе заплатит и какие ошибки новички допускают при работе также можно было бы обсудить наше с тобою собственное мнение по поводу цены за работу потому что кому кого не я кого не спрошу сколько взять за работу те абсолютно говорят по-разному самое примерное общее это ну рейд в час и ты такой классно а как понять свой рейд в час угу и здесь и тут все абсолютно по-разному рассказывают так что вот наш план сегодня такой потом еще мы фидбэк там вам обещали не факт что сделаем о как это ты сказал не я заметил хорошо если что вы знаете на кого винить так да давай наверное прежде чем мы начнем я просто тоже хочу сказать небольшое такое вступительное слово по поводу всей этой темы во первых хочу обозначить что я у меня не такой прям большой опыт фриланса то есть в течение года я в течение так скажем продолжительного времени это было примерно около года возможно чуть больше я работал на ну с одним не очень хорошим в общем заказчиком у меня про него было даже целое видео снято мне до сих пор в комментариях любят говорить о том какой я лох даже сегодня утром уже два комментария было на эту тему ну так вот также у меня было помимо этого у меня было несколько ну не то чтобы плохих заказчиков скорее просто людей с которыми мы не смогли найти общий язык договориться также у меня был опыт тоже несколько заказчиков замечательных дружочков пирожочков с которыми мы в итоге хорошо поработали также у меня был опыт какой-то более таком подростковом возрасте когда я подрабатывал тоже это было в формате такого некого фриланса вот и сейчас моя деятельность это по сути по сути то та же самая коммуникация с заказчиками потому что рекламодатели они по сути выступают моими заказчиками и заказывают у меня рекламу вот так что мой опыт выглядит примерно вот так вот а также хочу что это такое извиняюсь это у меня видимо снаружи я сейчас окно прикрою не уходите никуда звучит очень страшно ладно я тогда пока продолжу также у некоторых людей создается ошибочное такое не то что ошибочное просто люди некоторые привыкли строить стену и делить типа людей на вот вот есть они а есть вот мы то есть есть вот такие нехорошие заказчики а есть мы белые пушистые там дизайнеры художники 3d-шники и нас мало бежают мы тут сегодня этим заниматься не будем потому что все мы люди это казалось бы достаточно я просто пропустил чем мы заниматься не будем а я просто рассказывал что некоторые люди привыкли делить на своих и чужих типа есть там заказчики такие нехорошие есть мы белые пушистые дизайнеры 3d-художники и все и же с ними вот мы сегодня делить людей на своих и чужих не будем потому что все мы люди это такая простая истина но которые некоторые почему-то забывают а мы ничем не отличаемся от наших замечательных заказчиков мы точно так же иногда делаем ошибки и точно так же иногда выглядим не то чтобы очень пристойно в их глазах вот соответственно сегодня мы попробуем разобрать то как не то как найти там хорошего заказчика и плохого заказчика да скорее как как нам найти общий язык с ними чтобы выстроить наиболее продуктивные отношения вот ну и соответственно отличить конечно с какими людьми это в принципе возможно с какими нет но к некоторым нужно найти определенный подход вот извиняюсь за такое длительное вступление просто я считаю нужным это все-таки обмусолить потому что да потому что обычно когда ты поднимаешь вот такие темы в кругу именно в кругу там тех же художников в кругу грубо говоря исполнителей а ну когда ты там снимаешь видео на эту тему обязательно прибежит кто-нибудь в комментариях и начнет тебе доказывать что его там какой-то исполнитель кинул и вы вот тут все притворяетесь такими хорошенькими а сами то а сами вот так что негодяи есть везде это важно понимать а что мы тогда обсудим сначала как найти первых заказчиков да да наверное знаешь с чего стоит начать во-первых надо наверное определиться когда можно начинать уже искать заказчиков потому что некоторые только открыли свой первый пакет и такие ну все все вот он открылся значит я могу брать заказы а некоторые уже делают довольно таки крутые работы но при этом это за это деньги можно брать что ли нет ты что брось нет ну мне кажется сразу стоит пойти от обратного что если вам предложили какую-то работу значит вы уже можете ее в принципе взять а когда стоит собственно уже начинать искать заказы ну мне кажется это все таки каждый должен решить сам для себя потому что действительно по началу ты чувствуешь себя очень неуверенно потому что ты ты вот даже как это не парадоксально но обычно мы все сравниваем себя с кем-то да но тут ты особо ты себя и не сравнишь то есть тебе кажется тебе кажется потому что ты не знаешь что на самом деле происходит и тебе кажется что остальные люди когда они приходят уже в профессию когда они начинают там брать заказы когда они устраиваются куда-то работать тебе кажется что они на этот момент умеют уже все на самом деле это не так конечно когда мы даже какие-то профессионалы профессионалы когда они устраиваются на новое место они зачастую могут чего-то не знать то есть это нормально учиться в процессе и признавать, что ты чего-то не можешь, чего-то не умеешь. Тут действительно очень сложно сказать, когда вот мне можно брать заказы. Я думаю, в тот момент, когда ты уже более-менее уверенно чувствуешь себя в том, что ты делаешь. То есть, грубо говоря, если ты уверенно чувствуешь себя там в том же скульпте, касательно там, допустим, человеческих персонажей, или, наоборот, каких-то более антропоморфных огурцов, как я люблю говорить, то думаю, можно начать искать заказы уже как раз-таки либо на этих людей, либо на этих огурцов. Я думаю, это главный действительно показатель, когда ты уже более-менее уверенно себя чувствуешь. Но тут действительно более-менее, потому что пока ты не начнешь вот прям работать, тебе этой уверенности не будет. То есть, в любом случае, это для тебя будет выход из некой зоны комфорта, в любом случае, это будет некий челлендж. Все равно. Но когда ты уже понимаешь, что ты когда ты понимаешь для себя то, что ты ставишь вот перед собой на какую-то задачу, там, допустим, берешь какой-то концепт, и ты уже там 100% выполняешь там тот же скульпт по этому концепту, да, возможно, он будет там немножко посредственный, да, для кого-то. Но когда ты уверен в этом, когда ты уверен в том, что ты это сделаешь, тогда уже стоит искать заказы. Ну, в любом случае, заказчики, они будут видеть твое портфолио, они будут понимать твой уровень. Соответственно, если они все-таки готовы взять у тебя заказ за ту сумму, которую ты называешь, то их это устроит, скорее всего. Тот результат, который ты выдашь. Угу, хорошо. Тут сразу дает вопрос, подскажите, сколько работ необходимо в портфолио, чтобы приняли на работу Junior 3D Artist, на руках имеется только одна дипломная работа. Ну, одной это точно мало. Ну, да. Тут еще видишь, как многие... Есть такое понятие, как бы hard skills и soft skills. И если про hard skills люди у нас, во всяком случае, в сообществе, вроде как понимают, то, что такое soft skills, это прям у многих проблема. То есть я видел вполне себе... Ну, видел реально крутых ребят, которые... Ну, могут... делать хорошие вещи, скажем так. А вот в плане коммуникации, то есть это уже касается soft skills, в плане продажи себя, опять-таки soft skills, они вот прям не умеют. И, наверное... И зачастую многие говорят, что вот, вот смотрите, мое портфолио, оно же великолепное, оно же вот просто... А вот у него, вот что? У него вообще портфолио нет. Как он в Ubisoft-е-то работает? Как кто его туда взял? Почему не я? Почему он? Так вот, может быть, поэтому? Потому что у него хорошо развиты навыки коммуникации, навыки... как бы так сказать-то, навыки по коммуникации, навыки продажи себя. Как ты думаешь, нужны ли такие навыки, или нет? Или я не прав? Само собой, это необходимо, потому что если ты работаешь... Тут на самом деле без разницы, где даже. Если ты работаешь там в студии, в команде, да, либо ты работаешь на фрилансе, потому что это в любом случае коммуникация либо с командой, либо коммуникация с заказчиком. Потому что, как я уже сказал тоже вот в начале, важно найти общий язык, в том числе и с заказчиком. Потому что, если ты будешь тоже там, допустим, переусердствовать и гнуть свою линию, вне зависимости от того, что хочет заказчик, или если ты не сможешь правильно донести до него, без лишних каких-то слов, да, и лишних грубостей, а если вдруг он неправ, да, и тебе необходимо донести свою мысль, даже в этом случае, то все равно, короче, это необходимый навык, само собой. Хорошо. Тогда давай, знаешь, немножко все-таки углубимся, наверное, в тему, с чего начать. Смотри, чтобы понять, что ты уже можешь что-то делать на коммерческом уровне, нужно, наверное, ну, допустим, вот появился человек, открыл он там свой первый софт, это там Blender, это там, я не знаю, там Max, это ZBrush и так далее, и вот он научился что-то делать. ну, допустим, пусть это будет, ну, пусть будут персонажи в стилистике, ну, а-ля, как в Dota, то есть, как пример, но при этом ему падают заказы, я не знаю, на создание, пусть, автомобилей. А вот стоит ли ему браться, как думаешь? Ну, тут, я думаю, однозначно нет, потому что, ну, во-первых, важно понимать, что ты хочешь делать, потому что, если ты делал до этого персонажей, в стиле Dota, то, скорее всего, это то, что тебе интересно. А если ты до этого не занимался автомобилями, архивизом и прочим, то, ну, скорее всего, у тебя к этому душа не лежит. Скорее всего, да. Иначе было бы странно, почему ты до этого момента игнорировал все эти направления. Это первый момент, и второй, это, конечно, опять же, если, если ты понимаешь, что ты это просто не вывезешь, то зачем за это браться? Если для тебя это что-то незнакомое, если, если ты никогда до этого просто не брался за эту задачу, и ты понимаешь, что вот в какой-то момент у тебя там могут возникнуть трудности, ну, ты просто, во-первых, подведешь заказчика, то есть, понятное дело, ты там можешь вернуть предоплату, там, 10 извинений написать, но, во-первых, ты все-таки его подведешь, во-вторых, ты, ну, очень неприятный будет опыт в качестве вот первого заказа, то есть, ты вот взял первый заказ и ты не смог, то есть, чисто вот на психологическом уровне, мне кажется, это действительно не очень приятно. Лучше взяться за что-то, во-первых, за то, в чем ты разбираешься, а во-вторых, за что-то небольшое. Пусть там за это платят три копейки, но лучше так, чтобы у тебя хоть был вот этот вот позитивный опыт первой работы, первого заказа. Хорошо. Так, мы тут пока смотрю за чатом и там все пытаются рекламировать влендер. Как мы с тобой вчера говорили, да? Да, 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 было дело. Я просто, я просто к чему? Вот если посмотреть на опытных художников, то они, в принципе, ты смотришь, он и машину сделает, он и, ну, короче, он и hard surface умеет, он и живую умеет, и он, и швец, и жнец, и надудье игрец. И, наверное, мой вопрос был скорее, как определить, что ты хочешь развиваться, ну, как выбрать одно направление скорее. То есть, некоторые, когда видят 3D или узнают о 3D, они такие, а это что, все можно тут сделать? Ну, типа, да, можно все сделать. «О-о-о, это вот, вот я вот, это вот, конечно, да, это я вот, это вот все, 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 все можно сделать, все, все можно сделать». «О-о-о, начинаются вот такие вот эпитеты всякие». И, собственно, вопрос, наверное, как выбрать свое одно направление, потому что понятно, что чем дальше ты двигаешься, в любом случае ты сначала будешь задевать какие-то соседние, и, то есть ты, допустим, делаешь персонажей изначально, потом тебя попросят сделать персонажа в доспехах, и тут хочешь-не хочешь, ты уже будешь немножко изучать Hard Surface. Ну, и дальше потихоньку, может быть, перейтикешь в Hard Surface или, ну, скажем, опытные художники, они реально все могут сделать. А как вот именно новичку выбрать свое направление, как ты думаешь? Ну, во-первых, мне кажется, ты немножко загнул, что опытные художники там прям все могут делать, все равно ведь они специалисты, реализируются на чем-то своем. Ну, в принципе, да, но как-то, но все равно они больше могут. Ну, понятное дело, что они больше могут как раз-таки, ну, ты сам сказал, что в процессе работы, там, если ты там персонажник, да, он там, все равно ему приходится там делать доспехи, не знаю, какую-нибудь тачку, которую его рыцарь в доспехах будет разъезжать, ну, в общем, что-нибудь такое, да, то есть все равно они в процессе работы, в процессе своей именно профильной работы будут сталкиваться с какими-то смежными задачами, вот. Мне кажется, для того, чтобы выбрать, ну, для того, чтобы выбрать, надо все попробовать в любом случае, потому что когда ты только начинаешь, у тебя, я думаю, времени все-таки много, у тебя каких-то там прям дедлайнов не стоит, скорее всего, да, что вот я там должен за этот год выучиться, там, за следующий, не знаю, там, да, 27 января найти работу, там, 28 жениться, потом там родить ребенка, такого-то числа, ну, в общем, время есть, поэтому, действительно, тут только пробовать, только пробовать, опять же, будешь делать одно, там, один проект, да, той же персонажки, в процессе тебе там придется сделать еще что-то для этого проекта, может, ты такой подумаешь, типа, о, это гораздо интереснее, то есть ту бочку, которую я смоделировал, это гораздо прикольнее, чем разбойник, который сидит на этой бочке, может быть, так будет, то есть в любом случае пробовать, а как еще? Ну, понятно. Хорошо. Итак, наш гипотетический 3D-моделлер определился, с чем он будет заниматься. Он будет делать бочки, на которых сидят разбойники. Ну, или одно, или другое, соответственно. Ну, да. Он уже, в принципе, умеет в моделинг, пример, вот давай рассмотрим такой момент, он точно знает, как смоделировать бочку, то есть с моделингом у него никаких проблем нету, и при этом у него пока идет, скажем так, неуверенно текстуринг, стоит ли ему браться за работу, или стоит взяться, но при этом упомянуть заказчику, что второй момент, вот с текстурингом, это, скажем так, не то, в чем он уверен, то есть предупредить изначально. Я думаю, все зависит от заказчика, на самом деле, потому что с заказчиком у тебя может выступить как какой-нибудь, ну, как какая-нибудь студия, да, которая на аутсорс отдает работу. У них все-таки, я думаю, не прокатит такое, если у них там есть все-таки четкий список требований, которые ты должен выполнить. А если же ты работаешь с каким-то частником, которому там надо, грубо говоря, ну, не знаю, барельеф по фото, что-нибудь такое, да, в подарок жене, то в этом случае, я думаю, можно действительно упомянуть. Ну, тут даже не то, что упомянуть, да, то есть в этом случае можно упомянуть, и можно попробовать работать, если его это устраивает. А во втором случае, точнее, в первом, если там это работа от какой-нибудь студии, да, возможно, лучше не браться даже за это. Я думаю, так. Ну, опять же, обсудить... Я бы тут, наверное, на своем... Ну, я бы все-таки упомянул, что, к примеру, с текстуринга у меня пока кое-какая неуверенность, и просто если да, то я могу просто модель 100% сделать, а вот по поводу текстуринга не уверен. Ну да, тут можно... Скорее, лучше упомянуть просто. Да, тут можно все равно попробовать договориться, само собой, потому что, возможно, там тебе предложат какую-то другую работу. То есть, если ты там не можешь текстуринг, то, возможно, тебе просто дадут больше работы по этому... по скульпту. Почему нет? То есть, конечно, все равно лучше обсуждать это и смотреть, что получится из этого. Хорошо. Дальше. Подходим уже к теме. В принципе, мы уже поняли, что мы можем работать. Гипотетический моделлер понял, что может работать. В принципе, он довольно-таки честный, чтобы не подставлять себя и заказчика, потому что, когда ты говоришь, что, ребят, да я все сделаю, а потом какую-то часть сделал плохо, это все-таки сказывается в том числе и на твоем моральном состоянии, и в том числе сказывается на твоей репутации. Эта репутация в наше время хоть и только формируется, но тем не менее институт очень важный. А если ты берешь заказ на какой-нибудь фриланс-площадке, то там еще и тебе репутацию вполне конкретную могут занизить. Не надо... Может, не надо рекламировать? Мы давай не будем про фриланс-площадки. Я как вспомнил, я первый... Я против этого. Я против. Это вредно. Фриланс-площадки вредят вашему здоровью. Но все-таки такое тоже есть. Да. У меня флешбеки сразу вьетнамские, понимаешь? Про фриланс-площадки. Давай не будем, пожалуйста. Хорошо, хорошо. Вот, это прям... Хорошо, мы... Мы вот сделали там свое портфолио. Хорошо, где брать заказы? Как нам... Либо заказы, либо... Как ты думаешь, лучше просто сразу идти на фриланс, или же просто пойти в какую-нибудь студию на первое время поработать тем же джуниором? Ну, тут я, наверное, скажу все-таки, что лучше пойти в студию поработать. Хотя сам я ни в какой студии не работал. Но, тем не менее, я думаю, это отличный опыт, потому что... Потому что ты, опять же, работаешь в команде, и ты учишься. Ты учишься у своих коллег, учишься у своего лида. И это очень круто. Вот. Так что, да, тут однозначно. Но, если, конечно, душа лежит. Потому что у меня вот, например, душа как-то... Ну, я бы на самом деле не сказал, что у меня в тот момент не лежала душа. Скорее, я просто был настолько не уверен в себе, что... Вы что? Пойти устроиться на работу. Это не для меня. Я неудачник. Вот. Окей. Самокритично. Хорошо. Так, хорошо. У нас вот... Мы определили, что на первых порах можно в студию. И вот давай, наверное, определимся с тем, как нужно научиться себя продавать. Самый важный скилл. И как вот ты считаешь, с чего надо начать? То есть, где брать заказы все-таки? Не трогай фриланс-биржи, пожалуйста. Давай не будем. Ну, смотри, я приведу пример того, как у меня появились вообще первые заказы. Причем заказы, опять же, не обязательно как 3D-художник, а в принципе какая-то подработка, которая была в моей жизни. Все это появилось благодаря, ну, по знакомству, грубо говоря. Тут сейчас некоторые могут возразить, мол, благодаря знакомству моей мамы тоже, что очень важно. И тут сейчас многие вот могут возразить, что да о чем ты нам тут вообще рассказывать сейчас будешь. У меня вот никаких знакомств нет, у моей мамы так и подавно. Нам-то что делать? Но это немного не те знакомства, о которых вы подумали. Просто моя мама громче всех кричала о том, что я что-то могу, и вы можете заказать у меня это за денежку. То есть, для того, чтобы найти какие-то заказы, первым делом, как бы это банально не звучало, но нужно дать всем понять, что ты готов к работе, ты открыт к заказам. Просто зачастую тоже вот смотришь, там человек говорит, что вот у меня вот нет заказов, как мне найти заказы? Ты там заходишь к нему на страницу, например, а у него там... Там вообще непонятно, что он, допустим, там 3D-шкой занимается или рисует, или еще что-то делает. Вообще, то есть... Первым делом напиши у себя на странице, что ты принимаешь заказы. Тут тоже небольшое отступление. Я, конечно, буду про свой опыт говорить. Опыт бывает разный, соответственно, способ, как можно найти там те же заказы, еще какую-либо работу. Их, я думаю, гораздо больше, вот, но я буду говорить именно про свой опыт. Соответственно, создай какой-нибудь паблик обязательно. То есть в любом случае там тот же Artstation — это то, что у тебя там априори должно быть само собой. Но на Artstation все-таки сидят более прошаренные люди. В основном ко мне, по крайней мере, обращаются какие-нибудь HR, которые, опять же, ищут либо на full-time, либо на outsource. Каких-то частников там, ну, очень редко. Потому что мало кто знает вообще, что это Artstation. Поэтому нужно продвигаться на каких-то... Даже не то, что продвигаться, просто иметь аккаунты, как минимум. Иметь аккаунты там во Вконтакте, иметь в Фейсбуке, если вы знаете английский, там метите на зарубежных заказчиков, да. Иметь аккаунт на... Поэтому в Инстаграме, вот, иметь группу где-нибудь, чтобы это все было, и там обязательно было написано, что вы берете заказы. И чтобы там было, соответственно, ваше портфолио. Ну вот, потому что если вдруг вам в ЛС напишет человек и спросит, а вот можно ли у вас что-то заказать? Я вот не понял что-то. Значит, вы делаете что-то не так. Потому что человек сразу должен увидеть, что вы готовы к работе. То есть я буду продвигать идею сейчас того, что для того, чтобы найти какие-то заказы в интернете, именно заказы, да, то есть чтобы вам писали какие-то люди и предлагали вам работу. Потому что чтобы устроиться там на студию, это, конечно, совершенно другая история. Я буду продвигать идею того, что вам нужно развивать свои соцсеточки и развиваться именно как... Ну, как блогер, это, наверное, громко сказано, да, но как, грубо говоря, художник. Там есть же куча пабликов художественных во Вконтакте, куча Инстаграм-аккаунтов, в которых тоже публикуются работы. Вот туда вам нужно идти. В первую очередь. Потому что... И громко всем кричать о том, что вы что-то можете. Потому что если вы будете сидеть и ждать у моря погоды, ну, само собой ничего не будет. Вот. Вот это самое главное, наверное, что ты отметил, потому что многие, в том числе и я, в свое время, ждали... Вот же я, вот же я, Саня, вот, моделить умею, почему-то никто не пишет. Да. Глупо немножко и не находите. Да. Я же моделить умею. Че не так-то? Да, я же все умею. Че за фигня? Где заказчики-то, блин? Действительно. Бегом в ТикТоке регаться. Кстати говоря, хорошая идея на самом-то деле, потому что ТикТок сейчас тоже очень хорошо развивается, и художественные штуки там тоже заходят на ура. А потом с ТикТока вы можете перегонять трафик там на другие свои соцсети. Ну вот, плюс в ТикТоке очень легко выстрелить сейчас. То есть любой аккаунт пустой. Там выложили первый видосик, есть шанс того, что он там соберет миллион просмотров. Так что тоже не пренебрегайте таким инструментом, потому что ТикТок там можно любить, можно не любить. Неважно, как вы к нему относитесь, воспринимайте это как все-таки площадку, как инструмент для своего продвижения, как инструмент для поиска заказчиков, как инструмент для заработка денег. В принципе, ТикТок чем-то, ну мне во всяком случае, по принципу своей работы, чем-то Твиттер напоминает, разве нет? Да, кстати, может быть. Твиттер, кстати, тоже можно использовать, но он такой, знаете, более взрослая, что ли, аудитория. Необычно более платежно способная, ну мне так кажется. Твиттер сейчас полностью перешел на вот этот NFT. Так что сейчас, по-моему, там все им зазрано, и очень сложно, мне кажется, будет пробиться сейчас именно. Как-то вне вот этого контекста. Потому что если ты там же постишь какие-то работы, какой-то арт, то, скорее всего, это так или иначе будут связывать вот с криптоартом. Мне так кажется. Может, я не прав. А, хорошо. Тут я по поводу Твиттера и арта, я вспомнил одну историю, которую в одном из онлайн-порталов обсуждали, что одна канадская художница нарисовала женского персонажа одного, ну, скажем так, сексуализированного на... на персонажей с манги, по-моему, Атака Титанов. Ну, манги и, собственно, аниме. Ты про Сакимича? Да, по-моему. И мне понравился момент, то, что многие русские феминистки начали это все обсуждать и в негативном цвете, и ее коммент. Вы хотя бы понимаете, что я по-русски не понимаю. Просто, ну, это, ну, блин, это было шикарно. О, можно я тут хочу ответить на один комментарий в чате? Юра одобряет амбициозность в Ютубе, арте или выскочкам ни места, ни в одной сфере? Ну, тут я просто к вопросу о выскочках не очень, если я честно понял, суть вопроса, но по поводу выскочек. Я считаю, если ты умеешь о себе заявить, и тут уже даже не важно, умеешь ты что-то, не умеешь, но если ты умеешь свое неумение продать так, что его купят, то ты молодец. Возвращаемся к теме про софт-скиллы. Вспомните фильм, по-моему, этот с Леонардо Ди Каприо, там, продай мне ручку, вот это вот. Создайте, как его? Создайте спрос и продайте человеку ручку просто. Да, это действительно, это очень важное умение. Так что, там, действительно, посмотришь, там, не знаю, на YouTube, там, на TikTok тот же, очень много, казалось бы, вот этого пустого контента, который, тем не менее, собирает вот эти просмотры. Ну, тебя никто не заставляет это смотреть, да, но стоит отдать человеку должное, что он действительно сумел это продать. Если ты что-то умеешь, и при этом ты сможешь это продать, то, ну, это просто аплодисменты, это ты гений, тебя впишут в историю. Окей. Я сейчас просто наблюдаю, как ты моделируешь, ну, точнее, на запись твоего моделирования. Ну, да, конечно, на этом этапе моделька выглядит очень стрёмно, но потом всё будет хорошо. Олег Симоненко Малевич продал чёрный квадрат. Вот да, вот когда вы сможете продавать чёрные квадраты, тогда и поговорим. Так. Я немножко сбился, если честно. Хорошо. У нас гипотетический моделлер научился моделировать, понял, как себя рекламировать и так далее. И вот самый важный вопрос. У тебя в этом есть опыт, Юра? Как не нарваться на плохого заказчика? Юра, я ни на что не намекаю, как бы. Да нет, ну... У тебя точно есть в этом опыт. Конечно же, я думаю, у многих у нас есть такой опыт. И возможно, что бы я тут сейчас не сказал, вы всё равно на какого-нибудь плохого заказчика поначалу да, нарвётесь. Почему? Саш, мы тоже вот с тобой вчера обсуждали. Вот повторюсь, что вы, возможно, видели мой ролик про мою историю с этим заказчиком, возможно, не видели. Но, по крайней мере, в комментариях, как я уже сказал в начале стрима, мне до сих пор любят напоминать про то, какой я лох, что с ним работал и откуда вообще такие лохи берутся. Любые истории про подобных заказчиков, если вы встречали в интернете, то в комментариях там 100% найдутся подобные люди, которые будут вопрошать, да как так можно было? Ну, так мы уже тоже говорили, что поначалу мы все очень не уверены в себе. Ну, не все, но большинство. Мы не уверены в себе, мы не понимаем, что мы умеем, что мы не умеем. Мы хотим работу. И тут вдруг находится человек, который нам эту работу предлагает. Мы в шоке. Мы вроде бы, с одной стороны, вне себя от счастья, потому что вот оно, вот это тот этап в моей жизни, да, когда я наконец-таки могу начать зарабатывать деньги на том, что мне нравится, на том, с чем я хочу связать свою жизнь. В то же время страх, потому что я... А вдруг я не смогу, да? И страшно уже просто спугнуть этого заказчика, потому что, ну, это шанс, который вот он выпал. Вот сколько вы искали этого заказчика? Сколько вы учились этому, чтобы найти этого заказчика? Очень страшно его спугнуть поначалу. И ты можешь идти... Ты можешь идти на разные уступки. Возможно, поначалу с первым заказчиком действительно нужно искать какой-то компромисс. Потому что вы действительно, возможно, чего-то не умеете. вы, возможно, это действительно там ваш единственный шанс. Ну, нет, конечно, это не ваш единственный шанс, да, но там в ближайший месяц-два может быть, никто так и не напишет такое действительно возможно. Но тут нужно быть очень аккуратным, потому что, в общем, столько эмоций противоречивых. И, конечно же, можно вляпаться. Можно вляпаться и потом долго из этого не вылезать, потому что... Потому что, во-первых, ты не понимаешь, что это нормально или нет. Это как, на самом деле, любые абьюзивные отношения. Почему люди состоят в абьюзивных отношениях? Ну, потому что множество противоречивых эмоций, потому что сегодня тебя бьют, дают тебе кучу работы, которая не была обговорена до этого. Завтра тебя одаривают цветами и говорят, что ты такой молодец. Вот мы сейчас это продадим, сейчас мы найдем инвестора. Мы уже его нашли, завтра я поеду на встречу с этим инвестором. И, дорогой мой, тебя ждут золотые горы. Так что такое может быть, такое было, конечно же, у всех нас. Ну, или не у всех, может быть, только у меня. Вот. И, в общем, ты попадаешь вот в эту ловушку, потому что ты и не знаешь, как это должно быть, и тебе страшно это потерять, потому что тебе кажется, что ты, возможно, не найдешь сейчас другой работы. А может быть, действительно что-то же получится, да? Может, вот сейчас уйдешь, а он потом реально этого инвестора найдет, и будет все круто, а ты вот лоханулся. Так что вот именно поэтому люди попадают в эту ловушку. Именно поэтому. Плюс все возможные манипуляции со стороны заказчика. Все это тоже может быть. Как не попасться? Ну, во-первых, стоит изначально, как я уже говорил, даже если вы идете на компромиссы, изначально стоит все-таки решить для себя, на что я готов идти, а на что я не готов идти. А у вас, во-первых, должно быть с заказчиком четкое соглашение. То есть даже если вы не заключаете договор, у вас все равно должно быть четко прописано, что ваша задача, ваши, там, допустим, если там количество правок, да, что вы готовы править, что вы не готовы править, на каком этапе вы готовы исправить, да, если это нужно на другом этапе исправить, то это уже доплата. Обязательно стопроцентно также обозначить, что, допустим, вот без предоплаты ни в коем случае вы не работаете. Если там вот нужно что-то исправить, да, там сначала деньги, да, если это, если там нужно половину работы перекроить. то есть нужно самостоятельно для себя решить вот эти моменты, потому что, ну, это сложно будет, конечно, отследить уже в процессе, потому что тебе сначала может показаться, что заказчик адекватный, да, а потом уже в процессе начинаются вот эти вот какие-то звоночки, так сказать. В общем, грубо говоря, как знаете, в психологии выписываешь установки всевозможные, клеишь на холодильник и каждый раз, как только подходишь к нему, их тебе читаешь, чтобы усечь. Вот то же самое. Просто помните определенные вещи, решите их для себя в первую очередь. На что вы готовы, грубо говоря, терапеть, да, а что действительно является звоночком, и когда стоит сказать стоп. Вот это вот, что сейчас такое происходит? Это типа не окей. Давай мы сейчас вот либо, как мы договаривались, либо давай попрощаемся. То, что ты мне выплатил, это уже остается у меня. Вот. Предоплата, соответственно. За то, что, за ту работу, которую я уже выполнил. И мы мирно расходимся. Вот. Как-то я, наверное, очень так... Не знаю, правильно я ответил ли на твой вопрос, потому что вот как вот... Как еще раз он звучал. Да. Понятно, понятно. Слушай, я сейчас с чата зачитаю предложение. Бэби Сан пишет, нет плохих заказчиков, есть незащие бюджеты. А не согласен чуть более чем полностью. К примеру, есть такая тема на форуме 3DD. Это, собственно, форум архвизеров, скажем так, по большей части. И там некоторое время назад обсуждали такую тему, что порядка 10 человек пострадало от действия одного, скажем так, мошенника. То есть он предлагал по более высокой... по цене выше рынка заказы. Человек его исполнял и все. Как бы... Ну, заказчик пропадал. То есть конкретно человек изначально пытается обмануть. И, собственно, то, что мы сейчас подняли тему как не нарваться на плохого заказчика, это как раз-таки как раз-таки вот именно этот раздел. То, что тебя конкретно изначально хотят кинуть, от тебя хотят получить работу, но при этом тебе за нее не заплатить. А можно я тебя поправлю? Это не обязательно... Плохой заказчик не только в этом заключается. Ну, нет, плохой заказчик-то во многом. Ну, это просто пример того, что по поводу бюджетов там и прочее. Но это уже чисто мошенничество. Это уже чистое мошенничество, да. И также есть куча заказчиков, которые просто ведут себя неадекватно. Ну, то есть ты изначально договариваешься на какие-то одни условия, а у него они постоянно меняются и как бы... Как оказывается, найти хорошего заказчика, с которым ты сработаешься и с которым у тебя будут просто отличные рабочие отношения, это не такая уж простая тема. Это очень сложно. И... И вот так вот. Вот. Тут еще задает вопрос SummerApple. Хочу обучиться самостоятельно на художника по окружению для ААА игр. В каком редакторе начинать моделить? Майя, Макс или Блендер? Майя, Макс или Блендер? Вот и ответ. Я как Максер могу тебе посоветовать учиться в Майке. Даже если бы я был Блендерщиком, я бы тебе сказал учись в Майке. Даже если бы я работал в Майке, я бы тебе сказал учись в Майке. Не потому, что это самый лучший софт для моделирования, а потому, что тебе все сдавать придется в Майке. Хочешь ты этого, не хочешь ты этого, это вообще не важно. Ты будешь сдавать проект в Майке. Вот. Я сам сейчас пытаюсь в Майку, поэтому я это говорю. Вы не представляете с какой болью я это говорю. Ну, я это говорю, блин. Ну, так вот. Ну, слушай, вообще смотри. Я думаю, Юра присоединится. Ну, тут не знаю, просто по моему опыту, когда мне там что-то предлагали, очень часто и в том же Блендере все это они сдавали, собирали. По крайней мере, проекты, которые, ну, некоторые проекты, которые мне предлагали, там у них реально все было через Блендер. Я просто подразумеваю, что человек хочет попасть в какую-то студию, в том числе аутсорс. В большинстве студий, по большей части, все проекты сдаются в Майке. Ну, большинство. Студия, которую я знаю, которая сдаёт всё в Максе, это наш BattleState Games, и у них они сейчас, к примеру, ищут аниматора, который ну, в Максе работает. то есть, ну, вот так вот, да, всё вот так вот просто. То есть, ребята, видимо, любители стрелять себе в ногу, они выбрали, собственно, для анимации Макс, они выбрали для, как движок Unity, ну, всякое бывает, конечно. Небольшая отсылочка, так сказать. Вот, ещё нам сделали замечание, что мы пропустили момент, где искать. «Я думаю, это интереснее, допустим, не хочешь пользоваться фриланс-биржами». По-моему, мы как раз-таки про это и говорили, нет? Да, мы об этом и говорили. Я говорю, как искать, нужно продвигать себя как художника в соцсетях. Но лично я, лично я другого способа не знаю. То есть, если, то есть, концепция у тебя такая, что, я там что-то, извините, двинул. Если твоя концепция такая, что ты хочешь, чтобы тебе написал заказчик, и ты не хочешь пользоваться никакими фриланс-площадками, где, собственно, заказчики выставляют свои объявления и ты на них откликаешься, то, а как еще? Как еще? Тебе нужно, вот как моя мама, громче всех кричать о том, что ты что-то умеешь. Кричать это абсолютно везде. То есть, ну, само собой, не бегать в комментариях везде спамить о том, что закажите модель, там, 50 рублей. Нет, но... Стой, 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 стой. Я уже вижу картину на похоронах. Я склоняли головы, и святой отец подымает голову и говорит, кто-то хочет что-то сказать, и тут твоя мама, у меня сын, кстати, в забраже работает, никто не хочет заказать. Да, вот так делать не надо, но, тем не менее, моя мама примерно этим и занималась. То есть, знакомство с новыми людьми, это постоянно было такое, что она там что-то, ну, речь там про семью заходит, о, у меня и сын, а знаете, он тут 3D-графикой занимается, не хотите ли что-то прикупить? Вот примерно так, то есть, ты действительно там при каждом знакомстве, при каждом, в общем, при каждом удобном случае, ты обязательно упоминаешь, что ты умеешь что-то делать за денежку. Я действительно, вот честно скажу, я не знаю другого способа. Есть ли вот люди, как вот вы вообще вот, знаете ли вы, что можно еще сделать? Я не знаю. Извини, мне тут величко написали, что я даже тут про Тарков говорю. Ну, извините. просто очень много боли связанных с этим проектом. Так, хорошо. Как искать заказы, мы поняли. Вот нам надо все-таки дать, наверное, некоторые советы. Можешь от себя дать какие советы? То есть, ты у себя в видео, в принципе, выписывал, ну, высказывал какие-то свои моменты, свои ошибки, которые ты допустил при поиске заказчика. Вот давай мы их сейчас озвучим еще раз. Что нельзя, то есть, смотрите, вы нашли заказчика, и вам его по сути нужно проверить. То есть, что нельзя делать, чтобы вас точно не кинули? Ну, во-первых, во-первых, сразу скажу, что даже если вам кажется, что там заказчик прям идеальный, у вас с ним точно все будет хорошо, то даже в процессе работы может что-то пойти не так, и он там под конец чего-нибудь такое да вылезет. Такое вполне может быть, так что тут тебя никак не на 100% не обезопасишь. Вот. Также хочу сказать, что заказчики, в принципе, бывают разные. То есть, есть, как я уже сказал, люди из, там, те же HR, да, какие-нибудь люди из, как называется, из профессии, грубо говоря, да, которые там плюс-минус, но примерно ваш pipeline понимают. Плюс-минус, да. А есть люди, которые прям вообще, вот вообще не шарят. Вот те люди, которые заходят на мой канал и такие, ого, да, обосрал моих зрителей, конечно, не, шучу, конечно, но, в общем, люди, которые, для которых это все действительно что-то такое прям в новинку. То есть, они ни слухом, ни духом, что такое 3D, они знают, что вроде бы как можно там делать каких-то мутяшек, которые двигаются. Вот, если это какой-нибудь частник, которому нужны вот эти вот мутяшки, мутяшки, которые двигаются, даже если там, не знаю, менеджер какой-то компании, которому нужны эти мутяшки, вот лучше нет. Лучше сразу нет, потому что, во-первых, вам будет очень сложно как-то скооперироваться, ему будет очень сложно порой донести, что он хочет, вам будет сложно понять, что он хочет. А потом, когда он это все сказал, вы говорите, что нет, так сделать не получится, потому-то, потому-то. Он, во-первых, нифига не поймет, почему не получится. Ну, может, все-таки попробуем? Нет, так нельзя сделать. Ну, тогда давайте, может, вот это вот сделаем так? Нет, так вообще никак нельзя сделать. Ну, вы же профессионал, вы все должны уметь, я за что тут деньги плачу? Короче, нет, вот этого вам точно не надо. Поэтому, если вы понимаете, если, грубо говоря, предложение о работе выглядит, типа, нам нужна мультяшка, которая будет двигаться, вот это вот так вот, всяк, вот это, короче, скорее всего, какая-то хрень. Вы поймете, вы это увидите, вы поймете. Я бы рекомендовал сразу отказываться. Ну, конечно, тут нужно смотреть из конкретного примера, да, что это такое вообще, что вам там предлагают, потому что, возможно, это какая-то простая достаточная работа, если там что-то подпечать, например, нужно сделать, тогда окей. Там, слушай, но немножко надо, наверное, тебя поправить. Смотри, я имел в виду, вот, может быть, какие-то тезисы, которые... Да-да-да, это я просто, понимаешь, что у меня долгие такие... А ты заходишь далека, Я захожу так. Я понял, все, тогда я молчу. Вот. Ну, собственно, это я все сказал, что хотел. Это вот просто первое, как отличить, да, что вам с этим человеком, скорее всего, не по пути. Дальше, ну, что я предлагаю сделать, что я, например, делал, да, я первым делом писал свои условия работы. То есть, если вы там договариваетесь, что, типа, окей, я это могу сделать за такую-то цену, согласны ли вы? Да, согласен. Дальше вам нужно по пунктам расписать именно все условия. То есть, первое условие, это, соответственно, предоплата. Без предоплаты не работайте. Ну, с предоплатой, я думаю, тут все понятно. Если по каким-то причинам вы не можете сделать работу, вы эту предоплату возвращаете. Если в процессе, если вы там уже сделали что-то, да, и тут заказчик говорит, типа, нет, я передумал, вы эту предоплату оставляете себе, потому что вы уже часть работы сделали. Считайте, вам за эту часть работы заплатили. это первое, потому что тут уже сразу может начаться такое, что, типа, ой, а давайте вы вот нам тут, не знаю, наскетчите что-нибудь, да, и мы решим, захотим мы вот с вами работать или не захотим. Это тоже сразу нет. Хотите скетчи, хорошо, платите тогда отдельно за какие-то скетчи, за наброски. Ну, не обязательно отдельно, да, 10% допустим, оплаты вносите сейчас. Если мы с вами, если вас эти скетчи устроят, соответственно, вы потом вносите остальные там 40% или сколько там процентов вы будете брать предоплаты, и мы будем с вами работать. Если вас это не устраивает, ну, тогда, увы, потому что очень часто все заканчивается действительно тем, что вы можете там что-то наскетчить, что-то наскульптить, вам потом скажут, это не то, до свидания, еще и приберут ваши наброски и к рукам. Тоже такое, в принципе, частенько бывало. Ну, не у меня, но часто происходит. Вот, я думаю, это первостепенное, что нужно сделать. Да-да, ты что-то хотел сказать? Я, наверное, надо дать совет, не работайте, особенно с новыми заказчиками, не работайте без предоплаты. То есть, когда вы работаете с кем-то уже давно, вы можете, и у вас доверительные отношения сложились, то вы можете, в принципе, предоплату-то не брать. То есть, вы будете уверены, что вам заказ оплатят. Но если вы работаете первый раз, лучше, лучше возьмите. Даже если вас, скажем так, кинут, то хотя бы часть денег вы получите. Ну вот, думаю, это очень важно. И зачастую, и кто бы вам что ни говорил, если человек отказывается от предоплаты, лучше откажитесь. Даже если он действительно вам заплатит, неизвестно когда, неизвестно сколько, ну и так далее. Потому что очень многие пишут, ну вот как ситуация, про которую я рассказал, цену предложили выше рыночной, но денег так никто и не увидел. То есть, на самом деле, в конце там разобрались, все-таки оплатили по рыночной стоимости, и вроде пострадавшие пусть из-за общественной огласки получили свои деньги, но тем не менее. Факт того, что людей таким образом пытаются обмануть и не заплатить им, такое часто бывает. еще, наверное, нужно выяснить, как общаться с заказчиком, потому что я с ужасом узнал, что многие люди не умеют в деловую переписку. О, кстати, я вот знаю, что еще хочу отметить. Ну, это мое, конечно, мнение, но я рекомендую все-таки все переговоры вести исключительно в переписке. потому что когда начинается «а давайте созвонимся, я вам все расскажу». Мне вот лично, мне вообще в принципе не нравится, когда люди там, не знаю, информация… Войсы? Не, не войсы, просто информация, которую можно там в два предложения, грубо говоря, написать, начинается «а давайте созвонимся». Почему мне это не нравится? Потому что, во-первых, вы можете действительно о чем-то там договориться. Эта информация нигде не будет зафиксирована, только если вы, конечно, не сохраните запись телефонного разговора. Потом он там может вам даже ТЗ какое-то дать по телефону. Вы потом все, блин, забудете, он тоже забудет и начнется вот это вот типа «ой, но мы не так договаривались» и «тыры-пыры». Потом могут пойти какие-то манипуляции. Повестись на манипуляции в телефонном разговоре, причем манипуляции могут быть неосознанные со стороны заказчика, повестись на эти манипуляции очень легко. Так что лучше все вести именно переписки. Да, и вы потом в любой момент можете ему переслать его сообщение и если он хотел вас как-то обмануть, он вам скажет «я не это имел в виду». Да, вот с носиком как котенка «кто тут насрал? Кто насрал? Вот кто тут?» А он тебе такой «я не это имел в виду». А кот тебе говорит «это не то, что я хотел сказать, ты неправильно все понял». Тут просто спрашивай сколько ты лет и какой опыт у тебя в 3D? Мне 23 года опыт в 3D я не знаю откуда считать, потому что я начал интересоваться 3D прям полноценно это в 2013 году, но я делал очень много перерывов на год, на два, прям прям так полноценно полноценно я взялся за 3D вот как начал канал собственно посвятил этому так собственно и начал этим более плотно заниматься в перерывах конечно от создания видео и всей деятельностью связанной с каналом и в перерывах от прокрастинации конечно же не забываем про это вот вот важный вопрос Ким Асима какой размер предоплаты указывать 50% или плюс-минус? на самом деле размер предоплаты я начал говорить наверное сначала Юру я всего лишь ведущий Юра давай ты скажи я не знаю что сказать ты уже так начал хорошо я начал тебя слушать на самом деле все индивидуально если проект небольшой там ну не знаю скажем так ну скажем так до 100 тысяч вы можете взять 50% и спокойно как бы на это зачастую люди пойдут но если проект более большой то его логичнее разбить на какие-то подэтапы то есть к примеру ну я не знаю допустим какой бы пример допустим вам говорят вот возвращаясь к теме персонаж вам говорят вот надо сделать персонажа в доспехах и сначала мы делаем концепт персонажа утверждаем его потом моделируем этого персонажа потом делаем концепт доспехов а потом уже делаем собственно сами доспехи и сдаем проект и соответственно вы можете взять ну то есть вот у вас бюджет там я не знаю ну пусть 10 тысяч долларов но я так из головы взял там сейчас не тыкайте в меня не кидайте помидорками картошками и прочее 10 тысяч долларов у вас бюджет вы создаете там концепт персонажа вот у вас получается работа разбивается концепт персонажа, сам персонаж, концепт доспехов и сами доспехи. То есть у вас 4 этапа. Соответственно, вы разделяете оплату на 4 части. То есть у вас 2500 долларов в каждый этап. Соответственно, вы берете 50% от этапа 2500 долларов. Вы делаете... Вот, вы берете предоплату 1250 долларов, делаете концепт, его утверждают, вам оплачивают вторую часть и закидывают еще 1250 на то, чтобы вы смоделировали нормальное этого персонажа. И вот так постепенно вы берете. То есть здесь и клиент будет не так сильно будет рисковать. И, соответственно, вы не будете сидеть, как говорил один дедушка, нравится ли ему... Отвечая на вопрос, нравится ему елочка. Да. Вот. Вроде бы все сказал. Да, да. Есть что-то дополнительное? Я с тобой полностью согласен. Ну все. Максим Тарасенко, скажи, XYZ нормальная школа для обучения 3D-моделирования? У меня лично возникло ощущение негативное. А почему у тебя возникло ощущение негативное? Вопрос такой. Ну, если вопрос ко мне, то я не проходил лично никакие курсы у XYZ, но мы с ними часто сотрудничаем. Они берут у меня рекламу. Некоторые подписчики мои, соответственно, по моей рекламе покупают у них курсы. Отзывы, по крайней мере, которые я получаю от подписчиков, они, в общем-то, сплошь положительны. То есть, видимо, видимо, хорошая школа. Но тоже мы вот с Сашей вчера обсуждали, что проблема вот этих подшкол, особенно, когда они растут. Прям чем больше школа онлайн, вот это вот, тем больше там преподавателей и тем, как сказать, в общем, шанс того, что вы нарветесь на неквалифицированного преподавателя, он, соответственно, становится все выше. Вот. То есть, какие-то риски, они тоже есть. А судить о всей школе, мне кажется, по какому-то одному курсу, мне кажется, не очень верно. Потому что, действительно, могут быть как хорошие преподаватели, так могут быть и плохие преподаватели. Хорошая программа обучения, плохая программа обучения. Потому что они же работают по такому принципу, что туда берут преподаватели, преподаватели создают какой-то продукт, и этот продукт уже от лица школы как-то распространяется и продается. Вот. Ну, пока что, пока что я действительно не видел каких-то там негативных, это как-то так звучит, что пока что я не видел негативных отзывов о X, Y, Z. Они есть, наверное, ну, скорее всего, они есть. просто я видел очень много негативных негативных отзывов о каких-то других школах, не буду там говорить названия, но тем не менее они прям, я их вижу очень много, очень часто. Об X, Y, Z пока не видел. Что-то, наверное, есть, но вот большинство все-таки вот хорошие. Ну, я не амбассадор X, Y, Z, конечно, хотя у меня есть их футболка фирменная, но тем не менее нет. Я достаточно нейтральным ко всем отношусь, вот, но работать с ними по крайней мере приятно, с моей стороны. Вот. Ну, насчет X, Y, Z мы, в принципе, даже я могу сказать, то, что видно, что школа растет, то есть первый поток обычно, я так понимаю, они сами набивают шишки, но, я так понимаю, доступ, в принципе, и в следующем потоке у вас будет, так что можно обучиться. Здесь еще также момент, опять-таки, кто пишет отзывы, потому что вы, если захотите найти плохие отзывы, вы найдете на все, что угодно, даже, я не знаю, на кирпич. Вот, казалось бы, в чем виноват кирпич? Он просто, ну, его из глины сделали, из него дома строят, ну, вот, вот я шел по улице, на меня упал красный кирпич, я не знаю, Волжского кирпичного завода, ненавижу, отвратительные кирпичи, как бы, я в больнице три месяца пробежал, как бы, вот, ну, тут, казалось бы, причем тут кирпич, тут, собственно, не выходи из дома, ничего падать не будет, вот мы, собственно, с Юрой не выходим из дома и всем советуем. Да, а тут, кстати, вопрос про то, что я не обновляюсь, да, вопрос просто, мне лениво, потому что... Я же, я уже ответил, что ты как дедушка просто. А, да, я что-то прослужил этот момент. Я тебя не слушаю, мне неинтересно, что ты говоришь. Я читал, я написал, точнее, там надо было. А, ясно, ясно. Понятно. Ну, тем более, что не читаю, ничего. Ну, короче... Тут просто, знаете, у меня был, извини, что перебил, я, собственно, Юрий приводил пример, пример. Я тоже не смотрел курсы XYZ, не проходил, ничего. Я единственное, про что могу сказать, про Skillbox. Вот. Потому что Skillbox, я покупал курсы, я их проходил. У меня был опыт, ну, общался с одними ребятами, которые, там, говорят, вот к нам в студию взяли двух чуваков из XYZ, которые, ну, после курса. Один вот прям, ну, все, вот ему скажешь, вот делать так. Понятно, что у него мало опыта и прочее, но вот ему скажешь, он быстро обучается, быстро все ловит. А второй, ну, никакой абсолютно. И вот, кто виноват в том, что он никакой? Школа? Или то, что человек не обучаемый? Или то, что ему не хочется это? Ведь тоже стоит, тоже стоит понимать, что многие люди идут в IT не потому, что им это нравится, а потому, что кто-то где-то когда-то сказал, что в IT сейчас бабки рубят. Ну, давайте уж честно смотреть в глаза фактом. Люди идут в программисты не потому, что им нравится программирование, а потому, что многие считают, что программисты много зарабатывают. Я не хочу работать в пятерочке, я что, неудачник, что ли? Я пойду в программисты. Но при этом человек не умеет ни в математику, ни в языки любые, даже родные, как бы. Ну, сами понимаете. Звучит так, как будто мы защищаем XYZ, понимаете? Ну, вот тут сейчас еще будет опять так звучать, а лично смотрю, блин, лично смотря на дипломные работы выпускников XYZ с курса по скульпту, у меня складывается ощущение того, что работы чересчур похожи. Ну, они похожи, потому что у них там они делают одну и ту же работу, собственно, насколько я помню. У них там вроде, то ли они реально одного перса делают, то ли у них там какой-то список, типа, концептов, что-то такое. Да, я вот хотел закончить, отвечать на вопрос касательно того, чего я не обновляюсь. У меня лицензия, да, но из-за этого я не обновляюсь, потому что это нужно сейчас опять там вот это все скачивать, где-то искать вот это там обновление у них там на сайте, устанавливать там эти, собственно, опять эти ключи вводить, неудобно, короче, проще. Я вам говорил, что он как дедушка просто. Да, вот эти обновления, что-то новое. Там вот это новинки читать, это учиться с чего-то, оно уже скульптится как бы. Я сижу на Windows XP и... Серьезно? Он недавно на 4R8 сидел, как бы, вы о чем? Да, и хожу в деревенский туалет. Тут как раз писали... Ты уже жестишь, как бы жестишь. Почему? Тут как раз писали, что я общаюсь на деревенском языке, поэтому... Поэтому... Вот, возвращаясь к курсу, ну, я говорил, что могу сказать про скиллбокса. Я, к сожалению, имел возможность купить курс скиллбокса. По поводу курса ничего плохого не могу сказать. То есть, курс, ну, прикольный. Курс, если кому интересно, рекламная графика. Не прикольно то, что когда со мной общался менеджер по продажам, и я говорил, ну, мне как бы 3D нужно. Типа, там будет вообще... Да будет! Ребят, курс полностью по фотошопу, если что. Я такой, ну, просто, ты такой заходишь, а там тебе просто рассказывают, как в фотошопе. Он клевый, он хорошо сделан. То есть, ребята, которые делали курс, ну, прям, как я считаю, выше всяких похвал. Но вот я же курс по 3D искал. Почему я фотошоп перед собой вижу? Ну, вот если это тебе менеджер лично сказал, то это, конечно... Да, это просто, ну, тут... Ну, это лоханулся менеджер. Это не лоханулся менеджер, это я лоханулся, понимаешь? У менеджера задача продать тебе. Это понятно, что продать, но, тем не менее, он тебя, по сути, обманул. Но это плохой менеджер. Да, 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 да. Тут вот такой момент. Но, хорошие курсы, да, я считаю, что хорошие. Вот, ну, опять же, вот сколько курсов, то есть я считаю неправильно судить по целой школе. Я считаю правильно судить именно по конкретным курсам. И по преподавателям. Да, и по преподавателям, потому что есть, как я уже сказал, хорошие преподаватели, есть не очень хорошие. На Skillbox я вижу очень много разных мнений, очень много прям совершенно полярных. И неудивительно, потому что школа огромная, очень много преподавателей, очень много курсов. Так что, лучше выбирайте не по имени школы, а действительно конкретный курс, смотрите на него отзывы, и что-то, возможно, прояснится для вас. Тут вот пишут как раз про курс стил. И, в принципе, все хорошо. Манагер, да, вот именно Манагер, нарвался на Манагера. Тут тебе пишут, что запустил the апгрейдер в папке zbrush, но он сам все скачает и обновит. А, да? Господи, Юра! Ой, да это ж все знают! Ну, ты знал? Я нет. Ну, мы-то с тобой не все, мы с тобой! Ого-го! Ого-го! Так. Это вы будьте там, как все. Мы таким не занимаемся. Что у тебя там дальше по программе? Давай у нас тут... Мне подсказывают, но я только хочу задать вопрос, мне приходит подсказка как раз потому, что я хотел спросить, это что ж такое? Смотри, примерно маячки того, как должен выглядеть заказчик, то есть, ну, как выследить плохого заказчика, первые маячки, то есть, там, отказ от предоплаты и прочее. Кстати, кстати, многие вам говорят, вот на это главное не ведитесь. То есть, я часто вижу, что на это ведутся новички, и даже среднячки, и даже старички, которые давно уже в 3D работают. Если вам человек пишет, что, ну, ведь я рискую то, что он вам заплатит, не ведитесь вообще на это. Вот серьезно. Потому что вы тоже рискуете. То есть, вы должны ему объяснить, ну, не в том плане, что, а, пес, ты хочешь меня обмануть, а просто объясните, что вы тоже рискуете, человек вам не знаком, но если вы не выполните работу, вы рискуете в том числе своей репутацией. Вот, вот, на это вы должны, да, извини, я закончу, и на это вы должны акцентировать, акцентировать внимание. Ну, как бы, попробуйте найти компромисс, потому что, действительно, некоторые боятся отдавать деньги, то есть, он вас видит первый раз, но вы просто какой-то Геннадий. Вот, вы гипотетически Геннадий, которому он должен почему-то отдать деньги. Он действительно рискует. Попробуйте предложить ему какой-то компромисс. Не думайте, что он вас хочет обмануть, просто вот как-то вырулить эту тему. И вот, что ты хотел добавить? А тут у всех, вопрос, а какой, собственно, компромисс, если он гнет свою линию? Но, я все-таки могу предложить как раз выход из ситуации, что сказать, и действительно про репутацию. Что-то у меня язык сегодня заплетается. Ну, да ладно. Как раз-таки к слову о том, что зачем развивать там свои соцсети и прочее. Потому что у вас действительно появляется репутация. Вы уже не просто там какой-то ноунейм. То есть, окей, у вас может быть 10 подписчиков в этом паблике, да, но если вы ведете этот паблик продолжительное время, если у вас помимо этого паблика существуют другие аккаунты, которые все названы одним и тем же именем, вы уже можете сказать, что у меня есть репутация, я развивал свои соцсети, сколько там, год я, может, это все развивал, там свои 10 подписчиков кровных просто, кровью и потом добывал. И мне вот этим вот как-то, ну, рисковать не очень хочется. А чем больше у вас аудитория, тем, соответственно, дороже ваша репутация. И в конечном итоге, ну, если мне сейчас кто-то, например, скажет, что я там кого-то, не знаю, кинул или хочу кинуть, да, то у меня действительно вопрос, а нафига мне это, если у меня там YouTube канал и в случае чего я просто потеряю, я потеряю канал, я потеряю там свой источник дохода. Зачем мне это? Зачем мне кидать там кого-то на 30 тысяч, если я могу потерять все, все, что у меня есть. Так что, так что вот. Хорошо. Смотри, давай расскажем, ну, обсудим скорее, что должно быть в ТЗ, чтобы давайте так, я, наверное, начну с предыстории. Ребят, чем больше вы вопросов зададите в начале, даже самых тупых, тем больше у вас тем меньше у вас вопросов будет в процессе работы. Поэтому давай обсудим, что должно быть в ТЗ и какие вопросы задавать заказчику во время, ну, скажем так, начала работы. И стесняться, стоит ли их стесняться? Ну, стесняться, естественно, не стоит, потому что это как раз-таки та самая коммуникация, которую вам нужно выстроить и которая очень важна. по поводу того, что должно быть в ТЗ, ну, я скажу так, хорошее ТЗ, это ТЗ, при прочтении которого у вас не возникает никаких вопросов. Вот. Какие вопросы? Да, абсолютно любые. Ну, просто это, тут нужно исходить от каждого конкретного заказа, да, это ваш заказ, вам его делать, соответственно, все, начиная от и до, если вам что-то непонятно, вы спрашиваете, что конкретно, ну, это уже действительно просто надо, смотря, что вам непонятно. Ну, да, то есть, уточняете по поводу этого. Ну, кстати, если вам говорят, что, эээ, случай сделай красиво, да, вот, с таким заказчиком, мне кажется, не стоит работать, вот тут. У меня просто был опыт в самом начале, я сделал работу, был год 2000, по-моему, ну, я не помню, то ли 14, то ли что-то такое, но это еще до ухода в армейку, и я общаюсь с заказчиком, ей сначала все нравится, потом я ей показываю, она такая, ну, я в фирме работал, она пишет комментарий, нам не нравится, ты такой, мм, прекрасно, разрешите уточнить, а что вам не нравится? Ну, не знаю, что не нравится, не нравится, и все, как бы, ну, окей, спасибо, хороший фидбэк пришел. Да, это распространенная тема, вот тут тоже важно, по поводу заказчика, вот, что мы не обсудили, заказчик должен знать, чего он хочет, если заказчик, ну, тут обычно говорят, что если заказчик не знает, чего он хочет, ваша задача, так, это даже не показать, не узнать у заказчика, что он хочет, а скорее, короче, ваша задача, забрать референсы, и вот показывать заказчику картинки, и спрашивать, вот так вот ты хочешь, или вот так вот ты хочешь, а вот тут вот как, такой цветочек должен быть, или такой цветочек должен быть, и заказчик вот будет, ну, не знаю, наверное, такой. То есть вот это очень сложно на самом деле, но действительно ваша задача еще вот на первом этапе просто все у заказчика узнать, определиться с тем, вот помочь ему именно определиться с тем, чего он хочет. Возможно, на первых этапах, если у вас этих заказчиков немного, и они вам действительно нужны, тогда имеет смысл этим заниматься. Если же у вас уже есть какой-то выбор, то от этого надо бежать. Если заказчик не хочет, то вы другого найдете лучше. Вот да. Я не фурию. Ребята, пожалуйста, ты уже начал, да, вот с этого? Язык к небу твой так и подошел уже, да? Да, я уже, да, я уже хотел. Фури. Фури. Извини, я не могу. Ничего, я привык уже. Мой ник читается, если что, как фир, а не фур и не фыр и не фюр и не фурия. Спасибо за внимание. Он как эфир, только без э. Да, я как деньги. Тут спрашивают про перспективу, тоже интересно, всегда ли в ней скульптишь. И второй вопрос от зрителей, которые я не задаю, и они на меня уже все обиделись, даже дизлайк один поставили. Это какой у тебя планшет? Да может, это они увидели, что я у тебя на стриме, поэтому дизлайк поставили, откуда ты знаешь. А, ну да, кстати. У меня планшет XP-P Nartist 13.3 Pro. По поводу перспективы, вот прям все действительно интересуются поначалу, что там с перспективой, надо, не надо. Не заморачивайтесь. Я оставляю стандартную перспективу в браше, если речь идет про браш. И мне этого хватает более чем. Просто смотрите, чтобы перспектива не давала каких-то сильных искажений. Но лучше все-таки, чтобы она была. Потому что, ну, если, конечно, ваш проект в дальнейшем будет отрендерен с перспективой, если вы задумываете все без перспективы, там, ну, бывают такие работы, да, то тогда, возможно, не надо. А так вот действительно, я оставляю стандартную, мне этого хватает. Просто смотрите, чтобы не было искажений сильных. Все. Отталкивайтесь от этого. Спрашивают, сколько нужно работ для портфолио, чтобы было ок. И это такой вопрос, на который невозможно ответить, по-моему. Ну, чтобы, важно, чтобы по вашим работам было понятно, что вы умеете. И чтобы заказчик понимал, что это не какая-то случайность, да, что у вас там одна хорошая работа, ну, так свезло, не знаю, ракурс удачный и прочее. Чтобы действительно можно было оценить ваш уровень. Что? Слушай, тут тебе пишут, что ты теперь фюрер. Извини. Ничего, обращайтесь ко мне соответствующе. Все, извини, что ты ревел. А я все вроде сказал. А, хорошо. А зачем нужна вообще эта перспектива? Действительно, в жизни нафига эта перспектива присутствует? Я тоже. Я считаю, перспективу нужно отменить в жизни. Я согласен, на зоометрии гораздо проще моделить, как бы. А программа лицензионная, да. Юра Фури, шикарный ник. Но Юра Фюрер еще больше шикарный. Так. О, теперь ты к Фьюри будешь. Вот, вот, все, переименовывайся. Не надо вот эти ваши фури, фури. Куда они придут, начинается. Да, да. Я прям, да. У нас был вопрос в самом начале, который я тактически пропустил. Как ты можешь? Агент 48 задавал, а обязательно знать, ну, там, пропорции и так далее. Я дословно зачитал, если что. Ну, смотрите. Вот вы будете, там, создавать пропорции и так далее. Я так понимаю, так далее, это подразумевается анатомия и прочее. Да, 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 скорее всего. Да, вот вы будете создавать персонажа. Персонаж — это анатомия. Анатомия — это, собственно, строение тела человека. Это строение вашего персонажа. Это персонаж. Нужно ли для того, чтобы создавать персонажа, знать, как этот персонаж выглядит? Ну, наверное, нет. Зачем? Так что, естественно, нужно. Если вы это создаете, то это нужно. Тут спрашивают, когда новый ролик, Юра? Юра, когда? Ну, в этом месяце. В конце. Хорошо. Artgear спрашивал. Пробовал уже MetaHuman. Как, в принципе, относишься к программам такого типа? MetaHuman, Charakter Creator и так далее. Характер Creator. Характер, да. Ну, я помню, его там что-то все обсирали опять. Не помню уже за что. А, тут начинается обычно, вот как только подобные штуки выкатывают. Одни кричат про то, что О, Господи, мы теперь не нужны, нас заменят вот эти вот программки. Вторые кричат, типа, это вообще никому, блин, не надо. Я не знаю. Мне просто красиво от того, что вот этот вот, как там эта последняя штука называется, которая сейчас вышла. Ну, MetaHuman от Epic Games. Да. Я просто смотрю на то, насколько она качественно выполнена. Типа, ну, реально, там очень классные модельки. Очень реалистичная, очень классная анимация. Мне этого хватает. Вот. По поводу того, где это можно использовать. Ну, наверное, там, для каких-нибудь игр, возможно, там, для массовки, что-нибудь такое, может быть, будут юзать. Не знаю. Не знаю, где это обычно применяется. Ну, выглядит красиво. Мне этого достаточно. Не знаю. Тут многие почему-то, знаешь, вот меня что больше всего удивляет, когда на форумах и на всяких ресурсах обсуждают, что все теперь скульпторы не нужны, что сейчас всех заменят, как бы, MetaHuman. И мне почему-то непонятно, как люди забывают о том, что человек это моделировать, его понятно как. А как вы заставили... Как вы... То есть, вы должны понимать, что программа — это алгоритм. И даже такая мощная довольно-таки программа, как MetaHuman, она делает человека по алгоритмам. И суть в том, что помимо людей, художники по персонажам делают людей тех же в других стилях, то есть, вот как мы говорили про ту же доту. Люди делают демонов, которых, да, кстати, не существует, но мы надеемся. Люди делают арахнидов, как в «Звездном десанте». То есть, такая профессия, как художник по персонажам, еще будет долго нужна. И еще, что меня больше всего поражает, почему люди забывают про такие программы, как «ДАЗ», «Озер». Они были созданы очень давно, и людей там делали, как бы, именно персонажей. Почему вы увидели очередного... Ну, да, это может быть более мощный аналог, чем тот же «ДАЗ», как я вышеупомянутый. Но, тем не менее, почему, когда появился «ДАЗ», художник по персонажам не исчезли, а вот при появлении метахьюмана все пропадут, не будут нужны и прочее. Как-то такое. Мы все идем на автоматизацию, мы все идем на большую, так сказать... Зачем делать что-то руками, если это можно доверить компьютеру? Ну, типа, по-моему, простой вопрос. Эти штуки, они работают по шаблонам определенным. Во-первых, эти шаблоны кто-то должен создавать. А во-вторых, все, что выходит за рамки этих шаблонов, тоже как-то надо делать. Это действительно... Это всевозможная стилизация. Ну, ни одна программа... Сколько бы ты там не сделал этих пресетов, сколько бы шаблонов, какой бы там офигенный этот редактор не был, все равно ты не сможешь впихнуть, да, все. Все, что способен придумать человеческий мозг. Потому что, помимо тех же персонажей, есть еще куча тех же вышеупомянутых антропоморфных огурцов, и всех ежесними. Так что, не надо. Тут пишут, ну, исчезли же текстурщики, Substance всех уравнял. Ребята, текстурщики, как класс, по-моему, исчезли еще до появления Substance. Потому что просто требования постепенно росли, и моделлер должен был текстурить. Все, как бы. И опять-таки, всех уравнял, кого уравнял. У людей, как были у многих проблемы с текстурированием, так и есть. Я не... Что? Кого он уравнял? То, что появился мощный инструмент, который, да, появился, ну, и окей. У нас с тобой приятные голоса. Нам сказала Ольга. О, Ольга, спасибо. Вот. По-моему, мы все рассмотрели, нет? Надеюсь, что ты еще хочешь добавить по поводу заказчиков, фриланса и всего-то. А, да, все, у нас уже есть. Ну, у тебя есть что-то дополнить? Может, я просто потерялся. Я, может, тоже потерялся в этой. Просто мы уже, по-моему, и как найти, и как себя позиционировать, и на что обращать внимание, и что надо развивать софт-скиллы, и что надо уметь себя продавать. Там, по-моему, все упомянули, я не знаю. Да, ну, я думаю, можно еще долго мусолить. Да, мусолить. И можно что-то мусолить, да. Так, основное, наверное, действительно сказали. Потому что... Под что тебя подбиваю? Догадайся, Юра. А, я просто думал, мы дождемся, пока я... у меня закончится эта... как называется? Запись. А-а-а, вон что. Да, просто чтобы хотя бы... тут что осталось? Тут осталось сделать ретоп и немного почистить модельку. Вот, на этом все, что я успел сделать. Там где-то еще... Ну, мы можем еще поболтать, просто что-нибудь обсудить. Возможно, там в чате какие-нибудь вопросы есть. Вот, а так, по поводу тех же заказчиков, я понимаю, что мы, возможно, не ответили на какие-то конкретные... Ну, не сказали ничего суперконкретного, но просто ты же не сможешь дать ссылку и сказать, что вот тут ты найдешь заказчика. Ну, кстати, да. Тут можно поройтись пока вопросы из зала. Во-первых, тебе Александр Кыштымов пока с Киев передает привет. Я видел это изначально. Вот. И он обещал доделать Гермиону. А-а-а, точно. Точно-точно помню. Жду. А то я уже думал, все. Жду, надеюсь. Вопрос от Коши Дракона. Просто рисуешь в классическом варианте, ну или традиционном, как рисунок от руки, или только в CG? Это вопрос ко мне? Да, это вопрос к тебе. Ты рисуешь? Я вообще не рисую. Если что. А умеешь вообще? Не особо. Ну, то есть у меня есть какие-то теоретические знания, естественно, коль я занимаюсь 3D-шкой. Вот. Также у меня есть небольшой опыт. Я вот анимации когда делал на YouTube. Я же, собственно, когда только начинал их делать, я параллельно учился. Даже там есть некоторый пара моментов, когда там прям покадровая анимация. Вот. Тоже я... В общем, я пытался развиваться как-то в этом направлении. Также у меня тоже был когда-то заскок, когда... Ну, это было еще в семнадцатом, шестнадцатом году, точно не помню. У меня был там заскок, я подумал, что так, наверное, 3D-это не мое. Попробую порисовать. Ну, как-то прессовал месяцок, и потом у меня что-то прям... Да не, рисунок это не мое. А потом, слушай, мне даже снится начал вот этот скульптинг. Я думал, господи, я хочу что-то поскульптить. И такой, знаешь, рабочий стол снится, и забраш такой, ярлык забраш такой, тебе говорит, ну, Юра, ну куда же ты? Как же мы без тебя? Да-да-да, куда ты сладкий, да? Да-да-да. Юра, побатлился бы с Олей Ануфриевой. Ой-ой-ой, имя Оли исковеркали. О-о-о-о, тут такой прям камень в огород. О-о-о-о-о. То есть, он уважает уже своего противника, он верит в победу, я понял. Ребята, всё. А что там еще? Побатлился ли бы? Да, побатлился бы ты с Олей Ануфриевой. А-а-а, ну... Почему нет? Ну, это можно было бы принять участие там в каком-нибудь конкурсе, в котором она принимает участие. Потому что какие-то спид батлы, это не для меня. Ну, вы видите, типа, я очень медленно, очень размеренно работаю, там, люблю сидеть, позадротить, там, помазюкать что-то. Вот. Так что... Как долго нарабатывается взгляд на тонкость? На тонкости? Тонкости чего? Жизни? Вот, наверное, вопрос надо несколько перефразировать. Как долго нарабатывается, ну, наверное, глазомер, скорее? Ну, насмотренность может. Просто есть... Ну, есть... Ну... Не знаю, насколько просто это похоже. Одно и то же глазомер и насмотренность. Наверное, все-таки немножко разные вещи, да. Ну, в любом случае... Да хрен его знает, когда. Ну, ты ж... Индивидуально абсолютно. Да, ты же не сидишь там, не засекаешь, типа, так, засекаю, когда у меня этот... Разовьется там глазомер. И потом, ага, вот, развился, так, все, записали. Олег Брежнев, а как насчет никнейма для фриланса? О, тут у меня есть ответ. У тебя есть ответ? Нет, отвечай. Здесь лучше быть собой. То есть, вот, если ты Олег Брежнев, то и на фрилансе будь Олегом Брежневым. Потому что заказывать у Олега Брежнева, ты хотя бы понимаешь, с кого потом спросить. А заказывать у гиппопотамуса 224, как бы, ну, такое. Ну, я думаю, это должно быть очевидно и понятно, но, видимо, ну, просто не всем. То есть, такой вот момент. Ну, тут я добавлю просто, опять же, смотря в каком контексте рассматривать фриланс. Потому что есть у нас вот эти вот фриланс-биржи всякие. А есть, опять же, о чем я говорил изначально. Если ты развиваешься в соцсетях как художник, там можно использовать никнеймы. Почему нет? Так тебя люди, возможно, лучше запомнят. В этом случае... Почему нет? Почему нет? Тут спрашивают, как долго нарабатывается взгляд... Ой, господи, извините, я повторяю вопрос. Как ты выучил анатомию? Делал персонажей. Вот. Все. Ну, то есть, опять же, вот эти вот вопросы, как выучить анатомию, как ты выучил анатомию. Да, ты просто про практика. Начинаешь делать персонажа, такой, ага, я не понимаю, как выглядит у него спина. Ищешь референсы спины, такой, угу, понятно. Пытаешься повторить, ну, вышло криво, но вроде в целом что-то понял. Потом делаешь новую персонажа. Ну, попробую еще раз посмотреть, найду другие референсы, может, на них что-то понятнее будет. Попробую еще раз сделать, ну, вроде что-то получше получилось. Вот и так далее. К тому же анатомия — это такая штука, которую ты учишь постоянно, я до сих пор ее учу. Я вот, например, советую прислушаться к совету нашего очень давнишнего, скажем так, гостя. Это Андрея Богомолова. Он советовал всем книжку, я не помню, я помню фамилию автора, но не помню имя. Бамес, фамилия, по-моему, и анатомия для художников. Она довольно-таки дорогая, как бы, но... Знаю. Масхевная. Даже есть в электронном виде, но в бумаге хороша и тяжела. В случае, если на вас нападут, вы можете и отбиваться. Да, кстати, это отличное применение учебным материалом. Да. Так что, имейте в виду. Как будешь чистить мазки на модели? Ну, сглажу, соответственно, потом. А ты смотри дальше и узнаешь. Да-да-да, бальту-бальту. Тут самый главный вопрос, которому мы вели весь стрим. Юра, продвинулся ли ты в блендере? Да. Ну, после этого я в блендере ничего не делал, потому что у меня сейчас там висит проект в ZBrush большой. Который я хотел сделать... Ну, понятно, вот они сделали. Освоил блендер ради ролика. Ну, понятно, вот они эти блогеры, ребята. Не-не-не, блендер еще будет. Просто... Слушай, блендер я еще буду. Этот проект, который я сейчас делаю, сейчас я в ZBrush все доделаю. В 3D-коте доделаю, в Substance доделаю, во всех остальных прогах тоже все сделаю. И в блендере тоже кое-что подпилил. Вот так. Александр Кыштынов сказал, что клянусь. Ну, что сделает, Гермионыч? А-а-а. Как организована работа в студии? Вот я социофоб, я пришел в студию, сел за компуктер, я всех боюсь, что делать? Кто задачи давать будет? Можно ли у коллег спросить и так далее? Рассказывай. Я? Я что, в студии работаю? Хорошо, я работал в студии. Если вы боитесь, не бойтесь. Да, лучший советчик – это Александр. Если вас обижают, не обижайтесь, если вы боитесь, не бойтесь. Да. Собственно, для социофобов или людей, которые очень, скажем так, для интровертов, работа в студии может показаться чем-то тяжелым и невыносимым. В том плане, что в любом случае вам придется работать, вам придется общаться с людьми. Как вы понимаете, люди, все мы люди, и остальные люди любят более простых и приземленных, скажем так. Если вы будете от всех ворочать нос, то люди зеркально будут ворочать нос от вас. Если вас просят помочь, ну, подумайте и постарайтесь помочь. Помогут ли вам ваши коллеги? Обязательно. То есть, понятно, что если вам пообещали помочь и забыли про это, можете просто в мягкой форме об этом напомнить. Но не стоит человеку тут же садиться на шею, «Слушай, братан, я вот там не доделал, работку, может, доделаешь». Вот. Вы через некоторое время... Возможно, даже будете уволены. Заказы, ну, точнее, работ вам дает ваш, я так понимаю, лид или, как в моем случае, был дизайнер. То есть, ты просто общаешься со своим непосредственным начальником, получаешь от него задачи, выполняешь их. Ты можешь у него задавать вопросы, в каком виде нужно сдавать работу и прочее. То, что вы в самом начале своей карьеры в студии будете задавать многих вопросов, это нормально. И все к этому готовы. Да. И как раз работа в студии – это ваша возможность немножко себя переформатировать в том плане, что вы можете заставить себя общаться с людьми, и через некоторое время вы просто к этому привыкнете, и поймете, что это не так уж и страшно, и люди вообще в большинстве своем достаточно хорошие. Есть, конечно, некоторые ребятки, которые все портят, вот, но в студии вы вряд ли с такими встретитесь, да. А тут вот не очень понял, главное, два важных вопроса пропустили, а на банально ответили. Это, а что там было такое? Не очень понял. Сейчас, я просто немножко откатился от чата, но у меня не конец. Вижу. Работал с зарубежными заказчиками? Нет. Также вопрос, планируешь миграцию по профессии? Тоже нет. Все, я понял. Я просто увидел последнее предложение, остальное что-то там пропустил. Не планирую миграцию по профессии, потому что у меня нет планов работать где-то на студии. Вот, мне хочется делать что-то такое, что немножко другое. Ну, это связано, конечно, с 3D, но немножко другое. Нам замечания не сказали вроде, что нужно заводить больше знакомств, часто прилетают по сарафанному радио, больше светиться, участвовать в челленджах, чтобы вас заметили. Нет, это все сказали, а вот по поводу челленджа, кстати, правильно замечаю, как ты считаешь? Да, конкурсы. Да, конкурсы ли сильно влияют? Вот я точно знаю, что конкурсы влияют на то, что... Вот изначально, вот как Юра говорит, я люблю, там, размеренно, там, по модели, там, сроки не горят. А челлендж заставляет вас все-таки... Чего я говорю за тебя, я не пойму. Хороший вопрос. Ну, то, что это вот про размеренно, я немножко поправлю. Размеренно в плане... Я люблю сделать простенькую работу не за 3 часа, а за 6 часов. Вот. В остальном, если там дедлайны и прочее, то, конечно, приходится поднапрячься и так далее. А конкурсы, да, конкурсы, это тоже вот что-то мы подзабыли про этот момент. Я, точнее, подзабыл. Отличная вещь, чтобы вас заметили. Участвуйте в конкурсах. На этом, в общем-то, все, я даже не знаю, что еще добавить. Я когда вижу конкурсы на ArtStation, и когда там выдают мощные компы и куча лицензий, я такой, ух, ух, как сейчас сяду и не сажусь. Потому что обычно я замечаю этот конкурс в последний день. Да, то есть ты все уже прочитал, все, я со всем согласен, где подписать нам задачи работы завтраком. Да-да-да. Юра, как друзья отнеслись к твоему карьерному росту в 3D? Завидуют, люблю сплетни. Ну, я не думаю, что 3D это... Эта профессия как-то отличается от любой другой, чтобы друзья там как-то... Особенно мы к ней относились, завидовали. Да и к тому же, учитывая, что моя деятельность это все-таки как бы YouTube именно в плане заработка, то вот это уже немножко другой вопрос, потому что тут, конечно, разное бывало. Вот к этому люди уже относятся по-разному. Но у меня все хорошо в плане моего окружения. Типа, знаешь, не было друзей, сейчас появились, типа, друзья-блогеры, и, в общем-то, они не осуждают. Тут можно было пошутить, что у меня были люди, которые меня осуждают, но теперь их нет, нет человека, нет проблем там. Ну, один человек такой был. О-о-о, понятно, понятно, вот они. Нет, это сам человек такой, пока. Ну, я такой, ну, это странно, но ладно, пока. Хорошо. Юрий, как побороть ретопологию? Не могу понять, как ретопить стилизованные пряди волос, если их много, и они не привязаны к голове. Ну, каждую по отдельности я обычно ретоплю. Ну, типа, смотря, что за стилизованные пряди, я обычно зеремешером пользуюсь, вот. Он что-то автоматически тебе делает, потом вручную можно подправить, если что. А может и не надо править, может там уже все хорошо. Еще есть ретополосжетон в 3D Max, я вам не говорю. А вот в блендере! Да. Так, вроде бы это мы ответили, это мы ответили. Насколько важно уметь делать персонажей в разных стилях? Или же полезнее упороться во что-то одно, например, реализм? Это очень долгая тема, мне кажется. Я даже знаю на нее ответ. Можешь ответить. В DTF есть статья, переведенная с ArtStation, где есть советы как раз по поводу портфолио. И там как раз таки описываются плюшки стилизованного портфолио, реалистичного портфолио, специализации какой-то, либо же широкий профиль. И там вы можете увидеть плюсы и минусы. И выбрать минусы, которые вас устраивают, и плюсы, которые вас тем более устраивают. И подстроиться под эту статью, образом говоря. Ты как думаешь? Ты это не читал? А-а. Ой, сейчас я ее постараюсь найти. По-моему, это перевод на DTF лежал. Если что, я сейчас на записи туплю, как работает этот Zerab. Не обращайте внимания. Я забыл, что там сверху, что там снизу должно быть, поэтому... Давай, я пока задам вопрос, ты будешь на нее отвечать, я буду статью искать. Хорошо. А Сергей Ковбасюк. Уважаемые спикеры, как вы считаете, в чем заключается успех ArtStation и какие, видите, пути борьбы с пиратством 3D-моделей? Работаю над собственной площадкой, кучей идей и как все сделать круто. Хороший вопрос, на самом деле, потому что до ArtStation у нас что был? DeviantArt у нас был, да? Да, я на DeviantArt был. Я на DeviantArt не шел, потому что там очень непонятный интерфейс. Он максимально странный. Особенно то, что раньше там было, так тем более. Там просто какая-то бакханалия творилась, я ничего не понимал. На ArtStation как-то... Даже несмотря, что он англоязычный, на то время, на тот момент, как я там регистрировался, у меня, конечно, похуже тогда было с английским гораздо, и... все было достаточно, ну, относительно интуитивно понятно. То есть, это банальный, конечно, я понимаю, ответ на этот вопрос, потому что, ну, интерфейс — это главное, что должно быть там в сайте, на сайте, там, в игре и так далее. Но просто я действительно не могу вспомнить, что было до ArtStation, кроме DeviantArt. А вот именно лично для меня, лично меня DeviantArt всегда отпугивал именно вот интерфейсом. Ну, это вот чисто, что я могу сказать. Кто-то спрашивает. Это не в какой... Это... Как ремешить геометрию, которая находится близко друг к другу, чтобы она не сливалась? Подожди. Ремешить? Сейчас. Геометрию, которая находится близко друг к другу, чтобы она не сливалась. Ремешить чем? А что можно сказать про челленджи? Стоит ли пытаться в них участвовать, даже если скил не слишком высок? Решил просто проигнорировать вопрос? Я жду уточнений от человека. А, да, хорошо. Уточните, пожалуйста, собственно, чем. Потому что есть Dynamite, там, Terremesher, там, DCMate какой-нибудь. И ручки. Да, так, еще раз что? Повтори, пожалуйста. А что можно сказать про челленджи? Стоит ли пытаться в них участвовать, даже если скил не слишком высок? Стоит. Почему нет? Потому что, опять же, благодаря этому ты прокачиваешься. Это первое. И все равно благодаря этому тебя кто-то может заметить. Тебя могут заметить в первую очередь зрители. И заинтересоваться твоим творчеством. И подписаться. Потом ставить лайки и продвигать тебя выше в топ. И со временем тебя найдет потенциальный заказчик. Вот. Это тоже очень важно. И тоже, кстати, вот по поводу развития, по поводу привлечения заказчиков. Для того, чтобы... Короче, это... Это... Это это. Важно тоже продвигать свое творчество и делиться своими работами. Просто для примера даже у меня в паблике есть альбом, куда подписчики могут скидывать свои работы. Просто свои работы, свое творчество, любое, абсолютно. И оставлять туда ссылочки на себя, на свои группы, на свои, короче, любые соцсети и всячески себя пиарить. Ну, естественно, в рамках этого альбома и в рамках выложенной ими работы. Я просто к тому, какой на самом деле эффект это имеет. Вам может показаться, что, ну, там, не знаю, ну, никому же не интересно, наверное, там что, в альбоме там куча работ, кто там будет это все листать, кто там будет это смотреть, кому это надо. Но на самом деле, как вот я замечаю, как организатор всей этой движухи, люди действительно интересуются, на удивление. То есть, даже когда люди выкладывают, ну, не то чтобы какие-то там профессиональные работы, да, зачастую прям сильно такие новичковые, все равно находятся люди, которые интересуются и спрашивают, мол, а есть ли у тебя там что-нибудь еще, да, дай там ссылку на себя, которым интересно посмотреть, как там вот авторы прогрессируют. Вот у меня тоже есть рубрика с разбором работ подписчиков и тоже в комментариях на ютубе часто встречаю вопросы о том, там, где можно найти там больше работ этого автора. Зачастую восхищенные возгласы, причем там, естественно, не мной, естественно, а вот оригинальной работе, которую скинули на фидбэк. так что тоже не скупитесь на это, не скупитесь на всевозможные вот эти вот работы. И, кстати, тоже очень крутая вещь для продвижения, для продвижения себя и как художника, и для поиска вот новых заказчиков в том числе, это когда вы делаете всевозможные фан-арты для там каких-то блогеров, для каких-то других популярных людей. Причем даже лучше не то, чтобы прям супер каких-то популярных, потому что очень многие там опять же те же блогеры средней популярности любят делиться прям всеми фан-артами, которые которые им делают. Ну и в принципе там любым творчеством, которое вот им посвящается. Это тоже привлекает, во-первых, и новую аудиторию. И в том числе эти самые блогеры могут обратиться к вам за заказом каким-то. Потому что у меня тоже, у меня там например нужен художник какой-то. Я в первую очередь смотрю на свою аудиторию. Залезаю вот в эти вот альбомы, смотрю, кто там чем делился из своего творчества и вижу, что о, вот хороший художник, напишу-ка я ему. То есть вот это вот все тоже может быть, так что не скупитесь. Вот я все сказал спасибо. Окей, хорошо. А мистер Гилоник, как налог на фриланс повлиял на фрилансеров? Они стали платить налоги, так? Они не платили налоги, по-моему, до этого. А я не знаю, что за налог на фрилансеров, кстати. Что-то я слышал. имеется в виду про самозанятых, то есть, то, что ввели, ну, как бы, и что? Ну, я вот просто не знаю, типа, самозанятость вот есть, да? А по-моему, что-то налог на фрилансеров это что-то другое вроде, что-то вот недавно я слышал. Не-не-не-не, именно то, что как раз-таки самозанятый налог на самозанятых и был, по-моему. Ну, не знаю, мне кажется. Суть-то в том, что вы ИП можете до этого, просто вы, как гражданин государства, должны платить в государстве налоги. Все. Да. Это обязанность каждого гражданина за блага, которые предоставляет вам государство. Ну, мне кажется, самозанятость это хорошая штука, по крайней мере, мне удобно, потому что это не ИП, а ИП регистрировать, это ты там кони двинешь. Почему не? Я в течение одного дня регистрируюсь еще. Там же столько всевозможной фигни. Ну, смотри, то есть у меня, например, открытые ИП регистрируются, тебя любой банк, по-моему, сейчас регистрирует как индивидуального предпринимателя, единственное, к тебе будет ряд вопросов, то есть, я не помню, как называется, по-моему, ОГУРНИП, это, собственно, направление твоей деятельности, их может быть там хоть все, но надо выбрать какой-то основной и единственные там вопросы по поводу, собственно, системы налогообложения для фрилансеров, лучшие системы налогообложения, как мне кажется, это, собственно, ОСН, то есть упрощенная система налогообложения, где вы платите государству, получается 6%, ну, по факту, вы платите 7%, но государству из них идет именно 6%, то есть, у вас есть какой-то, ну, я могу долго рассказывать, у вас есть какой-то фиксированной в год, фиксированная сумма в год, то есть, в этом году, по-моему, У ИП это 40 тысяч рублей, но эти 40 тысяч рублей идут в пенсионный фонд и в фонд обязательного медицинского страхования. То есть, да, если что-то с вами случится, вы, по сути, оплачиваете себе страховку. Вот эта якобы бесплатная медицина, она не совсем бесплатная, за нее платят рабочие люди, даже не так работающие в белую люди. Дальше, вот эти вот 40 тысяч в год, вы, собственно, это налоговый вычет. То есть, вот у вас база налоговая, это вы, допустим, за год заработали для простого подсчета, допустим, 100 тысяч. Понятно, что сумма маленькая, но я имею в виду для простоты подсчета. Со 100 тысяч вы должны заплатить налог 6%. Соответственно, давай не со 100 тысяч, а с миллиона, потому что там есть еще одно условие. Собственно, вот вы заработали миллион, с миллиона вы платите 6%. 6% — это ваша налоговая база. Соответственно, вот с миллиона 6% — это получается, если Саша умеет в математику, то это 60 тысяч. С 60 тысяч вы отнимаете 40. Это налоговый вычет, собственно. То есть, вы его уже оплатили. И еще сверх этого у вас есть порог 300 тысяч. Сверх того, что вы, сверх 300 тысяч, то, что вы заработали, вы с этого уже платите 7%. Но эта разница в этот 1%, по сути, идет в вашу будущую пенсию. Вот так это работает. Все. Браво просто. Слушай, ну, если все реально так здорово, ну, в плане просто в оформлении ИП, это круто, это успокаивает. Но просто в любом случае вот эта самозанятость все равно проще, потому что тебе даже никуда ходить не надо. Так тебе тоже не надо никуда ходить. Тут банк за тебя сходит. Серьезная проблема? Да, да. Ты тебе вот просто... Знаешь? Да, да. Ты пропал. Что? Что случилось? Саша куда-то пропал. Надеюсь, это он пропал, а не я пропал с интернетом. Ну, короче, что там? У самозанятых 4 налоговая база. Там 4 для физлиц и 6 для юрлиц. Это тот самый чел, который не зарабатывает на 3D, а зарабатывает только на своем YouTube-канале, а у вас какие-то претензии есть к этому. Обоснуйте. Мне пару раз писали блогеры с аудиторией в пару лямов, что им нужны какие-то модели. После первого же вопроса расскажите подробнее, что вам нужно. Они сливались. На самом деле у меня то же самое недавно было. Они видят так, ну это Саня, он получил там за год... О, ты вернулся. В смысле, а я пропадал? Да, у тебя не было. А это, видимо, Дискорд глючит. Я тут расписываюсь. А, а я тоже сейчас говорю, говорю, у тебя нет. Интересно. На каком моменте я остановился, извиняюсь? Ну, собственно, как только ты закончил... Блин, я даже не знаю. Я уже начал... Так ты меня и не слушал. Не, я просто... Ты вроде закончил про вот этот вот... Про ИП. Я такой, ага, как здорово. Что-то начал, и все. И тебя не было больше. Я не слышал, что ты сказал, что это... Потом тебя не было. Открывать легко, то есть... Насколько я знаю, ИП закрывать сложно. У меня единственная проблема... Ну, правда, это налог на физические лица. В госуслугах у меня есть задолженность по налогам. Она очень крупная. Четыре копейки. Как ты мог? Как я мог? Тут вопрос не в том, как я мог. Как я могу это оплатить? Это тоже хороший вопрос. Потому что, когда я пытаюсь провести операцию, как бы, по оплате, мне, как бы, банк отклоняет это. Я не могу это сделать. Это очень странно. То есть, ну, слишком маленько. То есть, должна быть как минимум рубль, а я не могу четыре копейки отправить. А... Вот. Пишут, что глюк был у меня на стриме. Тебе какой-то стример писал. Что? Тут ты начал говорить про то, что ему тоже стример писал какой-то. Кто-то отвалился, попроси его договорить. А. Это я начал отвечать просто, что вот... Мне тоже недавно... Не стример, мне блогер написал. Тоже там известный миллионник. Как это? Это я ему написал, точнее. Мне просто общий наш друг, короче, сказал, типа, у него какой-то проект, ему там нужен художник. Типа, напиши ему. Хочу, чтобы вы там с коллабелью сделали какие-то крутые вещи. Я такой, ну, окей, он мне там уже, вот этот блогер известный, его друзья там добавился, всякое такое. Но я ему пишу, типа, ёл, чё, кого? Ты там хотел что-то? Он такой, да, но уже вроде всё сделали, что надо было. И я такой... Ну, в общем, действительно, есть у некоторых людей, особенно вот известных таких, какое-то такое немножко странное отношение к этому, ко всему. Ну, ладно. Кто мы такие, чтобы кого-то осуждать? Просто вот особенности людей этой замечательной профессии. Прозвучало, как будто я про проституцию, но... Нет, нет, мы не про это. Так. Я прям много пропустил, видимо, чат. У самозанятых 4% налоговая база. Бро. У самозанятых 4% налоговая база, если ты работаешь с физлицами. А физлицы зачастую платят не так много. Соответственно, если ты начинаешь работать с юридическими лицами, то у тебя такая же 6% налоговая база. И опять-таки, у самозанятых есть недостаток в том, что ты не откладываешь на пенсию. То есть ты налог платишь, но он идёт в никуда, образно говоря. То есть если я, как ИП, пусть и маленькую пенсию, скорее всего, но буду получать, то самозанятые её не получают как класс. То есть, по мнению государства, самозанятые – это какая-то дополнительная подработка. Сейчас бы рассчитывать на пенсию. Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, какая разница тебе, что так писать, что так писать. Ну, как бы, что так 6%, что так процентов. Вот. В Беларуси 13%. В Беларуси, скорее всего, так же, как и у нас. 13% – это налог минус… Ну, типа, доход минус расход. Короче, это налоги. Сейчас мы… Можно расписывать. Короче, возвращаясь к теме о налогах и закончить. В банке-то всё хорошо, но всё хорошо до какого момента? Когда ты контактируешь с сервисом, сервис отличный, замечательный, прекрасный просто. Но как только ты начинаешь сконтачить уже с сотрудниками, тут как повезёт. То есть, все мы люди, и не все люди, скажем так, профессионалы и на своём месте. К сожалению, такой вот маленький нюанс. Также пояснений к видеоряду не хватает. А что вам? Непонятно. Я могу разъяснить. Задавайте вопросы. Просто вроде всё видно, вроде всё понятно. Сейчас я просто пытаюсь сделать… Вместо того, чтобы идти делать ручную ретопологию, я пытаюсь как-то это всё автоматизировать и такими вот экольными путями иду. Просто у меня уже была готовая, короче, болванка головы с хорошей топологией. Вот. Её я как бы натянул. Странно прозвучало, но вы поняли. Её-то я натянул, а вот для тела у меня сетки не было. Вместо того, чтобы идти там в какой-нибудь код и в нём это всё вручную делать, я сделал ретопологию автоматическую для тела и вот пытаюсь сейчас это всё как-то соединить. А для того, чтобы это аккуратно соединить, мне нужно, чтобы количество лупов… Точнее, это не лупы, это что-то другое, что это у нас… Неважно. Короче, чтобы количество точек там и там совпадало. Я думал, что первые заказы в 3D будут в моделировании. Оружие, машина уже с опытом переходит на скульптинг органики. Это так? Нет. С чего такие выводы? Это абсолютно разные направления. То есть ты делаешь либо изначально скульптинг и берёшь заказы на скульптинг, либо делаешь там оружие, пропсы и прочее, берёшь, соответственно, заказы на это. Ну или же делаешь и то, и то, и берёшь заказы то, и то, как хочешь. А почему ты не сконнектил в районе шеи? Там же очень проще просто полилуп удалить. Слушай, ты уверен, что тебе нужен ведущий? Прости, пожалуйста. Не, я просто вижу эти самые комментарии, обращённые ко мне по поводу моей работы. Да-да-да. Я думаю, вместо того, чтобы ждать тебя, пока ты там прочтёшь. По поводу полилупа просто... Как это сказать? Короче, не проще, потому что, видишь, я удаляю тут ещё лишние лупы. И чтобы там... В общем, чтобы не было такого, чтобы я потом добавлял какие-то лупы, и они прям шли по всей модели, как вот сейчас, видишь, происходит. И не создавались где-то лишние эти рёбра жёсткости. Так что я постарался сделать это всё как можно более... Более ближе к телу, чтобы как-то это попытаться контролировать, не то чтобы мне это особо вышло. Ну, вроде бы, я придерживался какой-то такой логики. Вот. О! Таторик, даро! Я бы сказал привет, Саша, но... Меня неправильно... Привет! О, привет! Привет! Давно не виделись, да? Ты же пропадал. Да-да. Собственно, а что я заменил тебя на роли ведущего? Давай, ты же... Я просто, понимаешь, так привык уже вести трансляции. Ты знаешь, я вспоминаю серию из South Park, где эти... Эти, как они... Короче, там суть серии в том, что в будущем изобрели машину времени и пришли, собственно, прилетели в прошлое, чтобы зарабатывать там деньги. Прямо за копейки, потому что в будущем там с экономикой проблемы и деньги заработать вообще нереально. И все там жаловы... Все основные персонажи South Park жаловались на то, что Эти прошельцы забирают у нас работу! Вот. И, собственно, да. Так что... Это была отсылочка именно к этому, а не то, что я там обиделся. Хотя я тоже обиделся, да. Понятно, понятно. Тут тебе пишут, что в 21-й версии вертексы сами цепляют себе стич, или ты уже ответил извиняюсь? У меня ничего не цепляет. Или цепляется. Ну, не знаю. Может, это в следующих каких-то там... Типа... Точка 6. Что-то такое. Ты на своих стримах рассказывал, что есть мысль сделать крупный проект. Он будет состоять из летающих голов. Откуда такие... Мне просто интересно. Люди иногда делают такие выводы, и ты такой... Что я такого сказал, чтобы создать о себе такое впечатление. Нет. Он будет состоять не из голов. Это проблема многогранности русского языка. Что бы ты ни сказал, всё уходит в срач. Так что... Да, тут скорее не то, что русского языка, а какой-то деятельности публичной. Ты что бы ни говорил. Ты мне тоже рассказывал на днях про слухи интересные. А, ну да-да. Не благодари как бы. Это я их распускал, да? Да-да. Да, конечно-конечно. Мне же больше нечем заняться. Так. Через сколько... Это последнее уже? Ну, это 15 минут мне где-то осталось. Хорошо. Тут просто что-то я вижу. XYZ, ARCRAFT, SKILLBOX, SKILLSUP. Реклама. Реклама, да. Что самому может бесконечно разбираться. Никакое горение не по носу. А? Вот, здесь тебе подсказывают в настройках Z-моделлера в вертексах есть Snap to Surface. Привет, как поверхность. Я посмотрю. Спасибо. Я просто все еще не уверен, что это в этой версии. Прошу ответить, я отстану. Мы могли пропустить, я мог пропустить твое сообщение. Продублируй, пожалуйста, потому что я... Ну, я проглядел. Ты всех игнорируешь, так и скажи. Да, я че-свэшник. А что ты мне сделаешь? Я все равно в другом городе. Ну, я знаю в каком. Ну, ты же не знаешь адрес. Ну, я найду. Черт, значит, угрожаю. Прошу помощи, ребята. Возьмите, кто в полицию. Мне угрожает Юрий Фыр. Фыр. Ах ты ж. Теперь я тебя точно найду. Ну, да, да. А так, я надеюсь, ты не будешь против, если я на пару минут опять по зову джунглей, так сказать, отойду. А ты пока будешь... Да, конечно. Как ведущий, да? Я и это самое. Ну, вот мы видим, как Юра что-то делает, как бы, на экране. Вот. Друзья, для вопроса, на которые мы не ответили, я просто прошу вас продублировать. И, собственно, на некоторые смогу, пока Юра нет, сам ответить. Да, когда он вернется, так уж и быть, дам ему возможность. Вот, скиф, это было очень подло на самом деле. И ты не знаешь мой адрес. Я переехал. Бывает ли у вас такое, что когда вы моделируете больше, чем 5 часов подряд, начинается головная боль, и чем дольше, тем сильнее боль, вплоть до трех дней прикованности к кровати? Слушай, а ты можешь сказать свой возраст? Это не просто типа, чтобы я мог от тебя отцепиться, а, ну, понятно, как бы, школьник или прочее. У меня была такая штука, когда я учился в школе. То есть, когда ты сильно на чем-то концентрируешься, у тебя бывает, что, ну, голова болит. Может, мозг растет. Ну, это вряд ли, конечно. Вот. И головные боли довольно-таки продолжительные могут быть. Юра создаст модель твоего города и будет сказать, ну, удачи, как бы. Город 80 километров протяженность. Пусть создает, мне не жалко. Уку. О, блин, черт. О чем это вы тут разговариваете? А, Юра, а почему вы больше с Аленой не проводите стримы? И ты такой, что за Алена, да? А почему не проводим последний стрим? У нас был с Аленой, насколько я помню. Все будет, ребята. Все будет. Но не сегодня. Блин, я... Да, да. В какие игры ты играешь? Я знаю. О, ты знаешь. Так расскажи же, поведай. Ты же у нас тут все знаешь. Он играет в The Elder Scrolls Online, как бы. Все, я ответил. Ну, блин, мне... Знаешь, так непривычно, что люди не знают, в какие игры я играю. Мне кажется... Мне действительно кажется, что мой канал говорит все за себя. Не вообще не говорит. Вот то, что ты моделируешь, не похоже на то, что в The Elder Scrolls. У меня как минимум ролик посвящен. Морровинду. У меня ник из Морровинда, типа, привет. О, привет. Снова здравствуйте, да? Давно не виделись. Ну, вообще, да. Нормально, к сожалению, для такого возраста. Да я бы не сказал, на самом деле, что это нормально, а я бы рекомендовал обратиться ко врачу, на самом деле. Ну, понятное дело, что определенная усталость от работы за компьютером, она присутствует. Но то, что ты описал, это действительно ненормально. То есть, на всякий случай про версию. О, Геннарек, привет. Я сказал, что у меня было такое, но это не из-за компьютера, а именно из-за обучения. То есть, там, как ИГ было и прочее. То есть, слишком сосредоточенно, слишком много новой информации, и ты, соответственно, не выводишь. Ну, любая, в принципе, вот эта вот активность, само собой, это нагрузка. Но, типа, чувак, лучше проверься. Блин, тут просто мой топ-донатер, дорогой, пришел, привет, я скучал бы тебе. Слава богу, сегодня ты останешься с деньгами. Вот. Не, почему? Мы можем ему дать ссылку. А, ну, кстати, ребята, если вы хотите поддержать, все равно, если вы хотите поддержать канал CJ Lies, то где там ссылка, черт возьми? А я не знаю. А я не знаю. Что-то вы прям как-то не продуманы у вас все. Я не доволен. Где? У нас просто, мы просто баничит, что нас опять обвинят в рекламе. Как бы мы, нам тут один раз задонатили, нас обвинили в том, что мы рекламим чувака, которого нам задонатили. Ну, окей. Ага, интересно. Да. О, а будет еще бухло-стрим Юра. Юра! Да что ж. Ребята, я не понял, мы тут планировали какую-то профессиональную трансляцию, да, началось. Бухло-стрим, да? Да. Ну, поподробнее про бухло-стрим. А, да не было бухло-стрима, это я сколько там, год назад, по-моему, просто был стрим в честь дня рождения, я выпил сидр на стриме. Ну, я не знаю, это сложно назвать бухло-стримом. И все донатили, пока ты лежал под столом. Ну, Дима, не знаю, мне кажется, все было в пределах разумного. А то вы тут меня хотите алкашом выставить, понятно, вот пришла моя аудитория, да, и началось. Вот все понятно, какого бы обо мне мнения. Я вас люблю, конечно, но все понятно. Я не понимаю, почему вы не видите моего сообщения, но ты написал, я говорю про дублирую, ты пишешь дублирую. И дальше я не понимаю, почему вы не видите моего сообщения. Ну, может, потому что ты ссылку какую-то присылаешь. Ссылки у нас вроде как запрещены, а вопрос я так и не вижу. Три дня в кровати такое нормально, но я скучаю по семь часов в день. Вот здесь вопрос был очень интересный, как мне, собственно, перебраться в 3D, если я работаю на заводе по 12 часов. Хороший вопрос. Ну, тут никто, конечно, не даст четкого ответа. Тут уже называется «попробую найти время». Я просто помню, у меня же тоже был ролик про образование высшее. Не знаю, кто там с ним ознакомился и кто нет, но вкратце суть, что... Мой посыл в том, что высшее образование — это не панацея. И в некоторых профессиях и при некоторых жизненных обстоятельствах самообразование вполне может заменить и вышку. Тоже привел несколько жизненных ситуаций, при которых... Ну, классические вот эти вот сценарии, когда ты просто поступаешь под давление родственников, например, или какого-то общественного давления. Просто вот лишь бы что-то было, лишь бы какое-то образование у тебя было, а дальше вот неважно. Вот ты тратишь время на это лишь бы было, потом тебе уже просто приходится там идти на работу, потом там, не знаю, дети, еще что-то. И вот ты оказываешься в такой ловушке, когда ты вот просто пахаешь на заводе. Скорее всего, даже не по профессии, потому что оно тебе изначально нафиг не нужно было. И у тебя просто нет времени на то, чтобы выйти вот из этого круга. И я даже помню, мне в комментариях очень много людей писало, что да, вот чувак, жиза, именно так, вот я попал в эту ловушку, я не знаю, как отсюда выбраться. И просто некоторые, наоборот, другие комментарии, когда люди пишут, мол, ой, да это все фигня, чему-то тут вообще людей учишь, мелкие еще вот там вырастешь, поймешь. Окей. Тут вредные советы дают работу технологам, сколько на работе пока начальник не видит. Вот, мне, собственно, прислали, я тактически не читал вопрос. Могу ли я сейчас идти на вакансию персонажникам Джуном, попроситься на работу без знания ретопа? Работа очень нужна, на завод не хочется. Как без ретопа-то? Как ты живешь без ретопа? Ну да. Ну, просто ретоп-штука такая, она нужна. Тут вопрос по программе. Как вернуться к прошлому уровню детализации после того, как заюзал Zerimashor? И, соответственно, создаешь копию. То же самое, что я сделал сейчас. Я, перед тем, как заюзать Zerimashor, я создал дубликат с Аптула, использовал Zerimashor, накинул на него пару дивайдов. И после этого, вот у меня даже сейчас открытая вкладка Project. Вот. Соответственно, нажмешь Project All. Тут такая тема, что у тебя... Вот. Короче, ты, типа, проецируешь геометрию с верхнего саптула на текущий саптул. То есть смотри, чтобы у тебя был активен только верхний... Видим только верхний саптул и твой текущий саптул. Все остальные скрой. Иначе с них тоже что-то спроецируется. Вот. Таким образом, ты также можешь PolyPaint спроецировать. Ну и, в общем-то, все. Так, еще у нас был вопрос. Я не могу его сейчас найти глазами, потому что чат, он такой, он подлый. Но суть вопроса была про то, где искать, собственно, конкурсы и челленджи по 3D и конкретно по сколькту. Во-первых, по сколькту на CGI-си иногда проводится. Даже чаще, чем на ArtStation. Даже намного чаще, чем на ArtStation. Спасибо, что не ответили. Меня что, перебил? Просто тоже вот не нравится. Ребят, чат достаточно активный. Мы пытаемся все-таки как-то вести тоже беседу. Отвечать на какие-то вопросы. Но, тем не менее, в том числе и вести беседу, чтобы наш стрим не выглядел как простое зачитывание вопроса и сухой на него ответ. Потому что, думаю, вам это было бы смотреть не очень интересно. Вот. В процессе беседы у нас тоже какие-то новые темы рождаются. Мы что-то другое затрагиваем, развиваем. Там следующие и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому мы какие-то сообщения пропускаем. Мы их не видим. Извините. Просто тоже войдите, пожалуйста, в положение. Вот на каждом стриме вот одно и то же происходит. Блин, вообще, слушай, я надеюсь, я тебя... Ну ты отмазываешься, я не понимаю, ты что, у меня работу отнимать хочешь? Да вот я, слушай, я вот и думаю. Я тебя не задвигаю там случайно, а то я... Не задвигаешься. Я просто, знаешь, как бы не нравишься. Набанил как бы и все. Спросишь, не ответить. Пожалуйста, на тебе еще банку. Я просто реально... Типа, знаешь, обычно приходят люди к вам, они что делают? Они работают. Это я такой пришел, у меня тут уже запись, я, ну, типа, знаешь, все готовенько. Я тебе уже говорил, что мы несколько отказались от этого формата. Ну, я, во всяком случае, есть еще лайтстримы, где это продолжается. А я отказался, потому что невозможно спрашивать у человека, который в индустрии несколько лет всякие штучки, которые реально тебя могут толкнуть в области, скажем так, как софт-скиллов, какие-то секреты, ну, именно... То есть какие-то секреты именно в работе и так далее. И при этом заставлять его моделить. То есть ты либо рассказываешь, либо показываешь, как что-то делать. Поэтому приходится вот... Приходится отказываться. Ну и опять-таки я тебе сам уже говорил, что формат стрима для обучения, ну, такое... Прямо такое... Ты же... Что тебе легче найти, пятиминутный ролик или двухчасовой стрим смотреть? Да, само собой. Или вот трехчасовой стрим, как у нас стоит. Ну, некоторые учатся мне, вот пишут, что по моим стримам все равно там как-то пытаются учиться. Забавно. По стриму хорошо подходит, как, знаешь, типа вот с фидбэком, с вопросом именно вот... Разбор какой-то работы. То есть, к примеру, ты скинул свою работу, и тебе по стриму фидбэчат. Когда ты смотришь фидбэк других работ, ты можешь увидеть похожие ошибки у себя. Вот это да. Это как-то помогает, как мне кажется, прокачаться. Я, может, не прав. Это просто мое видение, я сказал. Скажите, где ее растримят зрители его? Не очень понял. Я обычно стримлю на своем канале. Ссылка в описании есть на мой канал. Такой душевный стрим, так приятно слушать. Меня постоянно пропускают. Вот я сейчас как найду, как найду. TheMeshire еще не меняет ретоп. А заказы по большей степени приходят от GameDevStudio или еще откуда-то? Ну вот, кстати, мне до сих пор приходят заказы. То есть, как вы знаете, наверное, я заказы сейчас не беру. И у меня везде об этом написано. То есть, я вот призываю вас наоборот писать, если вы хотите получить заказ, что типа я там открыт к заказам, а я же наоборот. Вот везде написал, что нет, заказы я не беру, сорян. В итоге моя каждодневная рутина, я захожу там на почту, я несколько сообщений на почте, говорю типа извините, заказы не принимаю. Захожу на ArtStation, извините, его на заказ не работаю. Захожу в группу ВК, то же самое. В общем, мне все равно пишут по несколько человек в день. На самом деле, действительно, очень много предложений от... Ну, смотря где. То есть, на ArtStation, как я уже говорил, мне пишут вот HR в основном. Это да, это либо на full-time, в основном на outsource. То есть, вот почему-то я заметил, что на ArtStation в основном на outsource, на почту приходят предложения в основном full-time или какие-то частные заказы. Ну, и в группе ВК там исключительно частые. Частные. Вот. Юра, я чего-то не знаю. У тебя есть подпольные стримы? В плане... А, в плане подпольных. А, вот так подпольные. Возможно, вы чего-то не знаете. Ну, у меня иногда стримы на Твиче проходят. Я надеюсь, сейчас опять все-таки вернуться к этому. Я мое, сколько я пытаюсь. Стримы на Ютубе там всегда аж куча анонсов на всех площадках. Типа, а, стрим на Ютубе и записи стримов лежат. Там на главную зайдите, там плейлист целый есть со стримами. Владимир, это бан. В плане... Ну, ладно, не обращаю внимания. А, господи. Что, если делаешь работу не коммерческую, а для себя или портфолио, делаешь ее и делаешь. Потом она тебе надоедает. Ты вдохновляешь чем-то другим и хочешь уже делать другую работу. Ну, отложи ее. Нет, нет, не отложи. Да делай. Хоть как, но доделай. Потому что, если ты ее отложишь, ты ее не доделаешь. Вот это сто процентов. А доделывать работы надо. Ну, такое. А доделывать работы надо. Потому что иначе... Ну, во-первых, у тебя иначе портфолио будет пустовать, да? Ты просто, считай, время зря потратил. Во-вторых, скиллы у тебя тоже будут расти гораздо медленнее. Потому что ты этапы какие-то пропускаешь финальные. Вот. Так что как-нибудь доделай. Там, понимаешь, хоть тяп-ляпнул просто, чтобы это было готовое, и ты уже куда-то выставил это. Всегда жду его стримов. Жаль, что с твичом не задалось. Да, с твичом... А вот я могу сказать, что не жаль, что с твичом не задалось. Не, у меня-то с твичом не то, что не задалось. Просто есть причины, почему у меня тоже не выходят регулярно и на твич стримить. Я, надеюсь, все-таки рано или поздно с этими причинами как бы разобраться. Очень хочется. На твич? Да, просто игрольки постримить. То есть мы там... А, я думал, ты хочешь этот, постоянно говорить осуждаю. Да, я просто на твиче стримлю сейчас фейбл иногда. Тоже хочется там с друзьями во что-то побегать. Такое ненапряжное. Вот, ну я... Doom, например, первый, да? Да уж. Ну, я не играю там во что-то мейнстримное, потому что там на твиче популярно. А, ну конечно, конечно, мейнстримное. 93-го года игра очень мейнстримная. Не-не-не, я не про Doom. Я про что там популярно. Сейчас KS, Fortnite, вот это. Это я не играю, не стримлю. Так что у нас на твиче обычно что-то реально ламповое такое. В общем, куда чисто вот аудитория может прийти, а кто-то левый вряд ли зайдет. Подскажите, как развиваться новичку и изучать только скульт глубоко, а дальше хвататься за весь пайплайн или все сразу разом пытаться мучить? Ну, я думаю, нужно все изучать, во-первых, все-таки постепенно, но при этом долго, но не зацикливаться на чем-то одном. Вот. То есть ты изучаешь, ну, на примере там, например, делаешь там те же летающие головы, да, для начала изучаешь скульпт, потом все-таки переходишь к ретопологии спустя какое-то время. Какое-то время, да. То есть я не говорю, что ты должен там в идеале выучить скульптинг. Нет. Спустя какое-то время, когда ты уже более-менее уверенно чувствуешь себя в этом, переходишь к ретопологии, пробуешь там развертки, прочее, прочее, прочее. Вот. И потом уже постепенно начинаешь создавать работы вот полного пайплайна. То есть все равно там периодически тренируешься в скульптинге, делаешь там чисто скульпт какой-нибудь, да, там иногда головы, иногда там какие-то анатомические стадики. Иногда делаешь что-то полноценное. Это может быть даже в полный рост персонажа, там с ретопологией, с разверткой, с этим вот всем. Там Рик, если тебе это интересно. То есть, как я вот даже в последнем ролике говорил, обучение — это спиральная штука. Ты раз за разом будешь возвращаться к тому, что ты уже изучал. И каждый раз узнавать что-то новое. Просто нету смысла сразу же бросаться сломя голову во все, потому что ты не успеешь. У тебя это просто не отложится. Слишком много информации. Но долго зацикливаться там на том же скульптинге тоже не стоит. Потому что его можно до конца жизни ему солить. И все равно ты не будешь в этом идеальным. Ну, я от себя добавлю лучше делать... Возьмите какую-то небольшую работу, сделать ее по всему парклайну. Вы уже увидите, какие ошибки, на что обратить внимание. И постепенно, постепенно, постепенно... Так сказать, постепенно, постепенно, постепенно делать... Ну, улучшаться. И все. Я помню в одном своем видео ты говорил и даже сделал пару анатомических стадиков. Получается, ты не делал анатомические стадики все время? Я не очень понял, в каком это контексте говорится. Анатомические стадики я периодически делаю. Вот. И делал до этого. А... Про обязательно ли знать пропорции мы, по-моему, уже отвечали на эту тему. Ну, это да. Тут задавали вопрос, что делать, когда ZivRap лажается ртовой полостью? ZivRap у меня, если заметили, лажал вовсю. Поэтому я потом просто разглаживаю некоторые места, ну, с шифтом, с муфом. И делаю именно project. Опять же. Вот. Кстати говоря, у меня, собственно, видео подходит к концу. Мы вот успели сделать примерно вот это вот. У него так шейдинг стоит, как будто у него шрам на щеке был. Вот у меня просто с отставанием все... А, да, тоже вижу. Короче, вот. Я, к сожалению, не успел сделать больше, просто по причине того, что... Я, блин, вот вообще по-хорошему надо было бы сделать уже, закончить эту работу еще там пару дней назад, да, скинуть тоже и вам все материалы, чтобы сразу в оформлении их заюзать. Но у меня что-то такие дни вот последние были загруженные. Я еле-еле там вчера под вечер я что-то часок посидел, поскульптил. И вот сегодня предстрим тоже посидел, поскульптил. Все уже просто сил не было, я отрубался. Так что вот успели сделать пока это. Сейчас хочу еще показать. Я тут накидал еще на более раннем этапе примерно вот характер персонажа. То есть примерную позу, примерное выражение лица. Вот это то, что мы будем... То, что я, собственно, доделаю в дальнейшем. Там осталось не так много. У нас остались что? У нас остались волосы, у нас остались вот это вот с маечком и за текстурить это. В общем-то все. Вот. Так что видео у нас закончилось, поэтому я думаю можно переходить к фидбэку. Да? Да. Ну, сейчас несколько еще вопросов. То есть уточнение от задающего. Суть в том, что вся ротовая полость выворачивается наружу. О, я такого даже не знал, если честно. А, подожди, ротовая полость... Это с ошибкой зеврап. Я понял, ротовая полость выворачивается наружу. Ну, да. А как иначе сделать? Я просто не представляю, как бы оно иначе сработало. Я бы на твоем месте удалил ротовую полость перед тем, как натягивать, ну, пользоваться зеврапом. А потом ее бы обратно присобачил после того, как он уже сработает. Я не знаю, как он может. Может ли он, в принципе, ротовую полость, как бы, сделать с ней то, что ты хочешь. Но, может, я чего-то не знаю, конечно. В общем-то... Да, да. Ты вдохнул? Я просто... Что, у меня кислорода нельзя, что ли, впитать? Вот. Собственно, ссылка у тебя, по-моему, есть на фидбэк, который... Вот. И пока гляжу за чатом. Вот здесь. Я уже на XYZ-стриме задавал этот вопрос, но хочу послушать ваше мнение. Почему в русском комьюнити почти никто не занимается производством мультов? Все курсы и онлайн-школы учат геймдев, а мультам никто. Ты отвечаешь, где и кто? А, можешь ты ответить. Я пока посмотрю. Вот так, да? Ну, понятно, понятно. На самом деле, курсы по поводу мультфильмов есть. Тот же Wizard Animation. Насколько я знаю, раньше, во всяком случае, делал курсы по иглу, по анимации, мультипликации и так далее. Ну, естественно, 3D-мультики. Но проблема-то в том, что как рекламируется Wizard, и как рекламируется XYZ. То есть, ну, вы должны это понимать. Если Wizard, он, по сути, делает для себя кадры, то XYZ делает, по сути, ну, она зарабатывает на обучении. Плохо это, хорошо это, неважно. Суть в том, что XYZ зарабатывает на обучении, а Wizard делает под себя как... Ну, основная причина создания курсов – это создание новых кадров для себя. Все. Тут дело не в том, что вы, как бы, никто не обучает. Тут дело в том, что вы, скорее всего, про них не знаете. Так, ну что, мы переходим к фидбэку? Мы переходим к фидбэку. Юра. Да, Александр. Да, это я. В общем, друзья, как вы, вы, наверное, были на, ну, кто-то из вас, по крайней мере, был на моих стримах с фидбэком. Там у нас немножко другая концепция была. Там я заранее отбирал работы, которые люди скидывают в альбом. Потом заранее их правил, и потом уже на стриме показывал, собственно, рассказывал, и что-то там можно поправить, и это все иллюстрировал. Иллюстрировал, что же за дикты. Вот. Сегодня у нас такой более галопа по Европам. Я ваши работы не видел, я буду видеть их сейчас. Сразу скажу, что, возможно, не все работы я смогу прокомментировать, потому что где-то я скажу, все круто. Такое действительно может быть. Или, ну, мало ли, что мне там в голову взбредет, я просто уже немножко уставший. Так что, вот, чисто так вот, буквально общие какие-то советики. Надеюсь, это вот всех устроит. Так, значит, у нас тут Мария скинула две работы. Вот, во-первых, у нас такой Доктор Стрэндж. Ну, во-первых, первое, что... Да-да-да, именно так строится предложение. А первое, что хочется сказать, это, конечно, немножко не хватает цвета на его лице. У него сейчас очень такое... Ну, даже не то, что фарфоровое, скорее, какое-то глиняное такое лицо, что ли. В общем, не хватает ему, конечно, цвета. Побольше красного хочется румянца, побольше красного на нос, побольше красного на щеки, глаза. Какого-нибудь коричневого, тоже какие-нибудь оттенки там. Вроде тут есть какой-то фиолетовый, если я не ошибаюсь. Ну, хочется сделать это все поярче и побольше. Вот, это вот первое, что так бросилось. Я бы еще, возможно, поработал над его улыбкой, потому что немножко странно она сейчас выглядит. Но модель, я вижу, что она полностью симметричная, кроме лба. Да, моделька полностью симметричная. Ну, это просто такая стилизация. Возможно, я бы ему так чуть-чуть нос искривил, что-то типа того. Просто, знаешь, вот эта вот проблема такая, когда ты делаешь прям стилизацию, а стилизация, она же вроде бы вся такая идеальная должна быть. И периодически какие-то асимметричные вещи тебе прям страшно так вносить. Вдруг это как-то испортит ее идеальность. Ну, с губой точно какая-то проблема. Да, тут просто, мне кажется, проблема еще в том, что у него как бы рот улыбается, а лицо нет. То есть у него такое, несмотря на то, что это стилизация, все-таки такой около семиреализм, поэтому хочется ему все-таки немножко так... Ну, когда вы улыбаетесь, у вас все-таки там чоки появляются, носогубные складки проявляются явно. Вот, что-нибудь такое хочется. Ну, это так, в двух словах, а так, в целом, работа очень симпатичная. Я могу там тоже размусоливать это все долго-долго-долго. Так, вторая работа у нас тоже. Я могу долго размусоливать, почему у тебя реклама по бокам ВКонтакте. А что? Тебе не нравится моя реклама? В общем, вторая работа. Вот тут я даже не знаю, что сказать, потому что мне на самом деле все нравится. По-моему, очень круто. Можно там, не знаю, придраться чему-нибудь. Но, по-моему, выглядит прикольно. Мне нравится, как-то есть. Я бы ничего не правил. Вот такие вот у нас фидбэки сегодня. Мне все нравится. Не знаю, что не нравится. Не нравится и все. Так, дальше у нас мягкий Джонни. Вот, работа у нас по концепту. Да, вот концепт еще. Ну вот, блин, конечно, не очень удобно. Это бы все поставить как-нибудь бы рядышком. Сейчас. Господи, как сложно-то все, когда не готовишься. Стрелочками можно. Туда и седай. Да я делаю стрелочками, я хочу сделать сейчас. Вот так. И сейчас. Да, блин. Да, е-мое. Нет, ну ты смотри, что он делает. Без подготовки просто ничего не может. Ущербный какой я стример. Ладно. Мы, конечно, любим самокритик, но ты что-то же съешь. Извиняюсь, я просто... Неважно. Ой. В общем, вот. Блин, конечно, реально я уставший. Сложно что-то. Я просто не уверен насчет схожести с концептом. Особенно вот в плане лица, хотя... Просто чисто по восприятию персонажи, конечно, немножко разные получились. Но сам персонаж очень такой прикольный. В самом персонаже я бы даже не знаю, что бы оправдать. Я бы разве что презентацию сделал немножко другую. Все-таки... Опять, о чем я часто говорю. Хочется убрать вот это вот пространство, наверное, слева и справа. Делать, возможно, побольше пространства сверху, снизу. Ну, на мой взгляд, выглядит прикольно вот эта вот данная презентация. Но у меня просто возникает ощущение, как будто это вот скрин из какой-то игры, из какого-то редактора, что ли. Такой-то вот это вот пол, который уходит в никуда. Пол — это лава. Да, пол — это лава. В общем, такой вот бесконечный пол. То есть, возможно, хочется какую-то более такую собранную сцену, чтобы было... Какое-то такое окружение... В окружение его вписать, возможно. Не знаю, криво я объяснил, наверное. Мне кажется, стоит поменять позу, стоит еще поработать над текстурами, и стоит еще поработать над исключением. Ну, это чисто уже, знаешь... Жестко прям, да, если... Не, ну это просто на тему того, что стоит немножко доработать вот это вот все. Это понятное дело, просто очень сложно какую-то конкретику давать. В плане там... Типа, ну чуть-чуть тут исправить, чуть-чуть тут что-то исправить. Вот. Ну, над освещением я бы, конечно, действительно поработал бы, потому что меня немножко напрягает, что очень яркий контровой свет у нас справа, при этом как-то... Возможно, добавить немножко, ослабить вот этот вот свет контровой, добавить чуть-чуть слева. Возможно, сделать... Я просто вижу, что вот тут вот спереди падает красный свет, возможно, поиграться с цветом контрового света. Возможно, как-то... Немножко тоже переместить источники света, чтобы справа... Вот, точнее, не справа, а спереди на него падал, допустим, красный свет, а сзади шел такой холодный холодок. В общем, тут вот тот момент, когда, знаешь, что-то вот вроде хочется подправить, но ты конкретно не знаешь, что. И начинаешь уже просто вот в голове, в воображении своем, там, берешь этот источник света, перетаскиваешь и думаешь, хорошо это будет смотреться или нехорошо. Да. В общем... В общем, я бы действительно на цветном бы поработал, и, возможно, что-нибудь придумал бы вот с этим вот полом, может быть, обрезал чуть-чуть лишнее. Вот. Либо же, если оставлять такую композицию, то, может быть, не знаю, чуть передвинуть его там, чтобы он там... Ну, я вот просто покомментировал бы, я никого не хочу обидеть, но если персонаж на концепте выглядит опасным разбойником, которого ты не хочешь встретить в переулке, то персонаж справа выглядит как чувак, который сейчас у тебя пиво отожмет. Ну да, я говорю, тут немножко идет непопадание в концепт, то есть абсолютно два разных персонажа получились. Все-таки, даже если по пропорциям посмотреть, то, мне кажется, у этого более такие длинные все-таки конечности. Гораздо более... Более такой мускулистый, то есть у него рельеф мускулов есть. Я вот тоже смотрю, вроде непонятно, вот что не попало, где не попало. И вот я понял, что мускулистость не передана сильно. Просто разные позы, разные... И позы, да. Да, разные позы, разные еще... Как это называется? Ну, разное освещение, разная презентация работы, поэтому тоже у тебя такой уже диссонанс, а что, собственно, не так. Вот, а так тоже вижу, у него более все-таки массивные ноги, более длинные руки. Вот тут вот не очень просто видно, что происходит там в районе гривы у него. А, я бы еще тоже вот по поводу освещения. Тоже вот тут вот очень сильно прям такая тень падает, затемнено, не очень понятно, что там происходит. В общем, действительно, поиграться бы еще над освещением. То есть, либо оставлять персонажа вот таким, какой он есть, как бы без заклятки на концепт, и посмотреть с освещением, что можно сделать, и чтобы он все-таки был более... Ну, более отчетливо было вообще понятно, что тут творится, вот особенно в районе там грива. Мне еще кажется, перебор немножко с цветом. Просто тут я вижу и синий, тут и красный, тут и какие-то оттенки различные, тут что-то зеленое торчит, и там еще что-то зеленое торчит. Нет, да, в принципе, ну, над этим, конечно, можно, мне кажется, работать. Да, ну, тут вот действительно, просто сама по себе работа, мне кажется, она сама по себе там без оглядки на концерт, она вполне неплохая. Вот я думаю, что я сейчас сижу залипаю, и ты тоже сидишь залипаешь, да, а как это можно по-другому сделать? Ну, я вот видишь, что проблема именно то, что с текстурингом, то, что, правильно заметили, что не хватает полосок, но это тоже текстуринг. Мы про моделин уже в основном фидбэк. А, я думал, мы про все? Нет, мы можем про все, как бы, но тут именно основные проблемы это текстуринг, позиционирование и, ну, как, боже, все, я тоже это, ну, представление. Да, презентация. Чисто по моделингу, по анатомии тоже вижу, у него тут немножко странное происходит в районе запястья, почему-то очень тонкие вот тут вот запястья. Опять же, если посмотреть на концепт, тут такие все-таки более классический вариант, человеческий, а тут что-то вот сужение немножко странно выглядит. Вот, 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 еще мне, кстати, не очень нравится. Не перекрученные, я понял. Там, видимо, луп, и они перекручиваются. Может быть. Да. Может быть. Еще мне не очень нравится, вот, он тут вот так вот стоит, у него тут нога прям в эту сторону смотрит. Хочется ему, наверное, развернуть вот сюда вот ступни его, ступню точнее. Ну и мускулистый, если не хватает, все-таки. Да, ну. Если не хватает. Вот, в общем, с этой работой мы, наверное, кое-как примерно что-то разобрали. Дальше давайте. Алексей. Это Итачи по арту. Так. Ну, тут сразу хочется сказать по поводу презентации, потому что не очень понятно, во-первых, что на фоне. Оно какое-то очень такое смазано-размазанное, как будто оно находится в движении, и, в принципе, не очень понятно, что это. И тоже вот тут вот внизу немножко странно. То есть тут один фон, тут что-то вот, полоска какая-то, вроде не ноги. И тут какой-то другой фон. То есть по презентации стоит, конечно, поработать в первую очередь. Не очень понятно, где рендер был, если честно. Где это может быть рендер? Может это? Нет, это не ZBrush. Или ZBrush. Вроде нет. У меня появился хороший вопрос, но я его задам после фидбэка. По поводу. А вот не скажи. О, как. Это будет? Ну, короче, тут вот, действительно, первое, что это вот презентация, это вот фон. Тоже не очень... Нету, к сожалению, этого концепта, чтобы мы могли как-то более объективно это все рассматривать. Вот. Но тут тоже вижу проблемы. Скорее всего, это ZBrush, наверное, все-таки рендера. Но тут проблема в том, что какие-то материалы немножко странные наложены, о чем я тоже говорил уже на одном из стримов, что я не рекомендую в ZBrush применять разные материалы к разным саптулам. Просто потому что... Ну, не материалы эти, маткапы, в которых, короче, цвет уже запечен. Потому что, что мы видим тут, очень... Какой-то диссонанс по свету выходит. Немножко. Очень вот тоже странные затемнения, как будто вот инородные предметы. Вот этот вот, как это называется? Как эта штука у нас называется? Не наколенник, не... Господи, короче, вот эта штука на предплечье, как будто вот что-то вот не отсюда. Очень странно, вот падает на нее свет и тень. Вот то же самое у него на жилете происходит. То же самое... Еще на жилете такое чувство, что там крэнк сейчас появится. То же самое вот тут вот можно видеть у него на предплечье. То есть, какая тень вот на этом вот объекте и прямо на... Очень сильная тень, очень черная. И вот тут вот тень практически отсутствует. В общем, такой диссонанс выходит по освещению. Все из-за того, что, скорее всего, вот это, наверное, рендер в ZBrush. И вот там множество разных материалов было применено. И в каждом свое освещение. Вот. Наручи, да-да-да, Наручи, Наручи. Вот, короче, основное. То есть, презентация, вот и материалы. Так. Мэгги. Вижу, что не дотянула эмоцию и по складкам неаккуратно. Может дадите совет, как у... У нас персонаж. И вот у нас концепт. Концепт. Да, по эмоциям действительно немножко не дотянуло. Потому что... В целом, я бы даже сказал, по выразительности немножко не дотягивает общее. Потому что тут персонаж, он, во-первых, прям такую идеальную кривую образует. У тебя она все-таки так немножко вертикально стоит. Тоже вот, что бросается в глаза. Ну да, тут она как бы вытянулась, а тут она стоит. Да, то есть, тут видно, что в оригинале она как будто даже... Действительно, она прям... Прямо она вытянулась. Вот ты верно подметил. Она вытянулась, а у тебя она как будто вот так плечами пожимает такая. Ну, это да. Ну что, денег нет. Ну да, денег нет, но вы тихаетесь. Да, так что тут, конечно, нужно посмотреть по эмоциям, по позе, по выразительности в первую очередь. Вот. По пропорциям, возможно, даже. Также тут очень сильно вперед у нее голова наклонена. То есть, поза из-за этого получается прям какая-то совсем деревянная. Она ее откидывает назад и вбок как раз. Да, то есть, если бы ты просто увела голову немножко назад, чтобы шея как бы не вот так вот смотрела, да, а вот другую сторону, ну грубо говоря, то вышло бы уже гораздо более выразительнее и интереснее. Вот. А так, а так, а так, а так, а так, а так что? Складки на самом деле прикольные вышли, то есть, они такие стилизованные. Конечно, ну, не то, что на концепте, но тем не менее, выглядит прикольно. Вполне, вполне, вполне имеет место быть. Вот. Я бы еще тоже над презентацией бы поработал. Сюда бы какой-нибудь тоже однотонный фон хотелось бы более, потому что она сливается сейчас на самом деле. Она, у нее кожа такого немножко зеленоватого оттенка. Ну, я так понимаю, это рендер в Мормосете и, соответственно, освещение, соответственно, от фона падает. Студийная просто. А? Студийная просто HD-Rex. Да. Соответственно, от нее эти рефлексы идут. Вот. Поэтому у нее немножко кожа сливается с фоном, что тоже не очень. И, в принципе, такой вот, такой, немножко грязно все выглядит. То есть, такой вот фиолетовый, немножко такой вот тоже грязноватый, на таком вот тоже грязноватом фоне каком-то. Я бы просто, ну, во-первых, сверил бы тоже цветовую гамму с оригиналом, потому что все-таки у нее тут немножко другие оттенки подобраны и на одежде, и на волосах. То есть, она такая более холодно-пурпурная, а у тебя она прям такая розовая-розовая и такая желтая футболочка. Вот. То есть, все-таки, да-да-да, что? Да, тут типа на концепте такое чувство, что какой-то солнечный день, но при этом она стоит против солнца. Вот. А здесь как будто она в лесу. Ну, все потерял. Ну, да, настроение. Абсолютно другое настроение. То есть, если ты будешь, в общем, если прям четко следовать концепту, я бы, правда, рекомендовал отрендерить ее не на белом фоне, наверное, а все-таки на таком немножко сероватом. Потому что 3D-модели на белом фоне выглядят, ну, так, не очень презентабельно, а лучше использовать какие-то более нейтральные, типа серого. Не черный, не белый, а такой сероватый. Это будет смотреться более выигрышно, плюс контровое освещение, вот как у нее вот тут, вот оно тоже будет более, более выделяться и более красиво, более акцентировать внимание на персонажа. Вот. Иллюстрации на белом фоне это прикольно. А вот 3D-модели это что-то, ну, такое. Ну, в общем-то, вот, тут еще есть видосик. Она, кстати, мне кажется, у тебя падает немножко даже. На некоторых ракурсах, вот тут мне показалось, что она немножко заваливается. Как-то у нее вот точка опоры, может, это из-за ракурса, конечно, черт его знает, но как будто немножко назад падает. Вот. Так, дальше поехали. Так, Виктор. Ну, тут, что можно сказать? Изучай дальше анатомию. Тут немножко сложно что-то прокомментировать. Ну, просто вбей там на Пинтересте какой-нибудь референс аналогичный. Просто сверяйся. Слушай, а что, если это анатомия серых человечков? Вот, пока что это действительно больше похоже на анатомию каких-то пришельцев, потому что первое, что бросается в глаза, это огромная голова. Очень большая голова, очень длинная шея, очень такие широкие плечи. То есть не то, что широкие плечи, а вытянутые такие плечи по бокам. То есть он сейчас больше на какую-то такую куклу похож. Вот. Ну, тут действительно могу сказать пока что вот только развивайся. Молодец. Все впереди. Руки тоже вот тоньковат. Тоньковатый, господи. Что-то слова я придумываю. Вот. Тут просто действительно смотри на референсы, анализируй, повторяй, сверяйся. Все получится. Вот. Максим. Так. О, как. Я не знаю, мне все нравится. Тоже. Ну, что скажешь на такую работу? По-моему, все круто. Я бы только, опять же, в плане презентации, может быть, вот это вот поработал. Потому что как будто вот складывается ощущение, будто бы оно даже обрезано. Оно не обрезано, но вот настолько фигуры расположены к краям холста, что как будто бы обрезано. То есть больше бы пространства сюда добавить, и будет круто. Вот. Потому что сама по себе моделька, именно мне кажется, она классная. Очень классная. Только вот больше, больше пространства. Ну и по поводу черного, опять же, фона. Не знаю, можно посмотреть какой-нибудь другой. Чуть-чуть посветлее, возможно, на пару оттенков. Как вариант. Так, хотелось бы услышать критику по анатомии лица, в общем, формам тела, Григорий. Такс, такс, такс. Ой, извините. О, ну понятно. Что? Да, это стул. Это у тебя этот, что ли, как они выдвигаются? Это подставка для планшета была. Я подвинул ее, да, она по столу. Такс, 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 такс. По поводу лица. По поводу лица. В целом, мне кажется, оно у тебя очень такое яйцеобразное. То есть, не хватает каких-то... Хочется взять вот этот слэш-три и немножко вот тут вот ей вмять чуть-чуть. Хочется немножко мувом ей форму головы подправить, уши немножко вот задвинуть ближе. Чтобы она все-таки была, было более овальное, менее круглое лицо. Хочется вот, блин, вот реально... А, и глаза бы чуть-чуть немножко менее выпученными. Сейчас они прям, прям, прям выпучены. Ну, вот это прям, ну, из основного. Может быть, немножко скулу ей вот тут вот. Чуть-чуть выделить. Ну, то есть, из основного это по бокам голову немножко сплюснуть. Вот тут вот немножко впадинок не хватает. И вот глаза. Чуть-чуть они все-таки перебора не выпирают. Чуть-чуть их утопить. Вот, 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 вот. Ну, и может быть, скулу. По лицу как-то примерно, наверное, так. Так, по телу. По телу. По телу, мне кажется, у нее, во-первых... Возможно, я бы ей голень чуть-чуть назад задвинул, потому что у нее сейчас колено... Блин, как бы это объяснить. У нее очень сильно выпирает вот тут вот колено. Блин. Может просто это скопировать? Фотошоп открыть? И все это в фотошопе показывать? Мне кажется, это будет лучше. А то я на словах пытаюсь показывать какие-то линии. Так, давай. Мы не против. А, лучше это все сделать в фотошопе. Дайте лицензион, хорошо. Ты какие-то вопросы задаешь лишние? Просто у тебя уже задавали вопрос лицензион. У тебя ZBrush и... Ну так это ZBrush. Я решил присоединиться. ZBrush? Может, ты там про фотошоп что-то спрашиваешь? Ооо, он еще и русский. Ну понятно, понятно. Все я... Ооо, все. Может, у тебя еще и... Макс тоже лицензионный? Да. Ах ты ж... Все. Все. Ну, ты все. Ой, вот так гораздо приятнее работать. Сейчас я возьму этот самый... Стилус. О, стилус перо. Вот, короче. Я бы ей голень немножко задвинул, чтобы... Что-то странно он нарисует. Короче, что вот у нее тут колено и... Вот так вот это было. А то сейчас у нее... Как-то нога... Выглядит скорее вот так вот. Вот. То есть... Даже вот так сделаем. Если смотреть именно на... ...пилейт, то хочется что-то более вот такое. Вот. Что-то примерно в эту сторону. Я бы ей еще, возможно, грудь немножко увеличил. Просто у нее... Она как бы в корсете. Но, во-первых, сам корсет выглядит немного как... Немножко странно. Во-первых, не очень понятно, если честно, где он заканчивается. Потому что мне сначала показалось, что корсет... Это вот он, а-ля как у Цири. Вот так вот. Но я пригляделся, и корсет, он вроде бы вот тут вот. То есть... По поводу самого дизайна тоже. Вот эти вот ремни, они перекрывают корсет, из-за чего создается действительно ощущение, что он как-то вот тут вот на тряпчике распадается. А потом, несмотря на то, что это корсет, он... Тут вот создается ощущение, что он висит немножко... Что он все-таки не стягивает, а просто как-то, ну, висит на ней, как будто он ей великоват. И я бы ей, возможно, грудь немножко увеличил, не потому что я там любитель больших грудей, а просто для силуэта. То есть, либо ей немножко вот тут вот все-таки прижать корсет, вот таким вот образом. И, возможно, чуть-чуть, чуть-чуть, там, совсем чуть-чуть увеличить грудь. Просто, чтобы был какой-то силуэт красивый. Да-да, силуэт. Ну и тут вот тоже немножко странная тканька лежит. Я понимаю, что это все вручную сделано складки, но, тем не менее, как будто тут просто какая-то такая подкладочка лежит. Немножко странно. Вот. Как-то так пойдет. Ну, тоже посмотреть еще по поводу ног. Ножки немного странно выглядят. Вот тут вот ей хочется немножко примять. В общем, и вот тут вот наоборот добавить объема. Вот здесь. В общем, у нее вот этот вот объем, который должен быть вот тут вот, он у нее почему-то вот сюда уехал. Такие дела. Такие дела. Что еще, что еще? Что еще? Что еще? Ну и, пожалуй, так. В общем-то и целом, да. Все. Хотя мне еще немножко кажется, что у нее либо ноги коротковаты, наверное, у нее все-таки ноги коротковаты. Да, у нее немножко ноги коротковаты. Я немножко ноги бы еще убил. Вот. С этим, наверное, все. Так, Виталий. Ну, тут, по-моему, все офигенно. Я не знаю, что тут править. Реально очень классный динозаврик. Я бы только глаза. У него почему-то текстурка на глазах немножко мыльная какая-то. Как будто там. Вот над глазами бы поработать чуть-чуть. Потому что тут они прям являются таким классным акцентом. На них еще блик стоит. Сюда вот тоже этого чуть-чуть вот не хватает. Тоже тут бы сделать такую бы складочку под веком. В общем, над глазом поработать. Но тут именно глаз передает характер персонажа. Да, да. Над глазом. И вот здесь вот промах. Над глазом. И, возможно, на Сдрю тоже посмотреть. Потому что тут у тебя Ноздря немножко тоже как будто вот. Как будто она размытая такая. Все-таки тут она тоже такая ярко выраженная. Такая прям выделяется. Вот. То есть чуть-чуть вот над характером поработать. Тоже, мне кажется, у тебя небольшой промах вот тут вот. То есть в районе РТА вот у него получается такая. Это как бы мимическая морщина. Получается. Вот. А она у тебя как-то немножко... Что-то не то. Что-то просто какая-то вот впадина туда. То есть вот это вот это как... Ну, люди если улыбаются у них тоже. Щеки, соответственно, образуются. И вот это вот носогубное. Это, по сути, она и есть. А у тебя просто там провал такой. Такой. Вот. Вот как-то так. Но в остальном очень классный динозаврик. Мне нравится. Так. Михаил. Блин. Ну, тут я не знаю, что сказать. Тут все идеально. Это просто... Класс. Ну да, это прикольное дело. На серьезных... Так, Александр. На серьезных щах лепил и перелепывал это несколько дней. Чист первая работа в зебре по факту не закончила. Хотелось бы, может, что подкинули, в каком направлении что менять там. Хочу красивый бюстик сделать нереалистичный. Ой, очень маленькое разрешение, конечно. Ну, тут сразу же хочется ей все-таки немножко носа пошире сделать. Немножко пошире носик. Возможно... Ладно, давайте я тоже сохраню. И... Сюда вот помещу. Нифига, не видно, конечно. Но, тем не менее. Короче, что бы я сделал? Чуть-чуть носик пошире. Возможно, губы тоже побольше, поменьше подбородок. Ухо немножко ей, наверное... Немножко ухо как будто съехало. Ухо... Блин. Ухо ближе вот сюда вот что. Оно где-то было примерно. Вот. Ну и веки тоже, веки поаккуратнее. Потому что тут прям, прям, очень-очень сильно выделено вот нижнее веко. Идет это вот все разгладить. Ну и с другой стороны, соответственно, тоже. Форму бровей тоже более четкую. Хотелось бы ей, наверное. Хоп-хоп-хоп. Мне кажется, глаза надо поближе друг к другу посадить. Я думаю, тут дело даже не столь... Хотя, да, наверное, сами глазные яблоки немножко поближе и, соответственно... Просто они за брови уходят, как я вижу, не? Ну, тут просто проблема тоже в бровях, что я и начал. Просто если мы берем то положение глаза, которое у нас есть, то есть бровь больше таким домиком должна быть. Ну и да, я бы само глазное яблоко немножко вот сюда бы вот подтянул. То есть оставить, возможно, вот глаза там, где они есть, но глазное яблоко чуть-чуть вытянуть. И, соответственно, чтобы века на них потом наложилось хорошо. Вот. Губы тоже бы немножко попухлее, потому что вот это расстояние прям очень уж какое-то большое. Прям у нее вот прям стянуто, как будто. Ну, это так, по мелочи. Тоже. Тут, ру, тут, у. Что там у нас дальше? Антон. Привет, Антон. Очень темно, сразу могу сказать. Очень темно, плохо видно фигуру саму. Потому что она вся, по сути, находится в тени. И освещение у нас только вот контровое есть. То есть это прикольно выглядит, потому что это, с одной стороны, подчеркивает всю фактуру, подчеркивает и мускулатуру в том числе. Но прям тут вот, например, нифига не видно. Наверное, просто фон нужно делать другим цветом, чтобы контрастировало. Не, фон тоже другого цвета, чтобы действительно был контраст, потому что и фигура сама имеет костюм, такой синий оттенок. Но просто вот тут вот, например, в районе живота, пресса, тут вообще уже ничего не разобрать. То есть если вот тут вот мы видим вот этот вот рельеф, мы видим грудные мышцы, мы видим пресс, то тут все слилось в такую черную руку. Немножко грустно. Все слилось в черного Человека-паука. Да. А, так, Марк. Блин, у него поза такая западная, такой, ээ, с простертыми объятиями к тебе идет. Правда, что-то у меня ни хрена, а, или так это должно быть. Попроси, обновить страницу. Мы же в этом дело. Не-не, там просто просили обновить страницу. А что? Зачем? Ну, обновить. А, я понял, все. Я вас понял. Блин, ну, конечно, мне нравится. Сэм реально добрячок. Ну, это, я так понимаю, просто кадры. Да, там кадры просто. Реально веселый тип. Юрий, добрый вечер. Объясните, пожалуйста, в таких играх, как Dota, Heroes of the Storm и подобных, где много персонажей одной стилистики, нанимают команду художников по персам или для каждого перса свой? Ну, как они обычно делают? Ответьте. Ты шаришь в студиях. Не, ну, а... У них есть один-единственный артдир, который скажет, как делать, а если вы сделаете не так, он вам скажет, что вы что, офигели? И уволит вас. Да, обычно же набирают, ну, типа, несколько человек, несколько художников есть, и им дается несколько персонажей, как правило. Вот, и есть какой-нибудь лид, который стоит и говорит, как. И следит, чтобы они там попадали в стилистику, всякое такое. Да? Меня вот тут вот немножко смущает момент плечом. Не плечо, а это, господи, не трапеция. Как у нас мышца это называется? А какая? Ну, плечи. Дельта? Да. Дельта. Вот, немножко дельта смущает. Нужно референсы посмотреть, на самом деле. Ну, мне просто кажется, что он что-то очень-очень прям какой-то то ли плоское оно стало, то ли что-то вот задней дельтой не то. В общем, я бы сверился с референсами. Потому что мне кажется, что неплохо. Ну, вот что-то возможно. Возможно. И, может быть... Просто очень такая гипертрофированная анатомия, поэтому не очень понятно у него сразу, где что находится. Вот, жалко, что не в 300, ну, неполный грунтель был. Спина, спина до конца не проработана, и... Да. Мне кажется, что-то надо увеличить было бы. В общем, поработать, конечно, вот, в плане анатомии. Тут действительно очень сложно сейчас конкретно сказать, потому что мне еще кажется, что в плане рук что-то немножко странное. Тоже трицепс у него слишком такой шариком идет. Слушай, а возвращаясь к теме черепашек-ниндзя, это родственники или бибов? Так. А, это из черепашек-ниндзя, ты думаешь? Ну, там был же персонаж, как человек-носорог, а один был человек... Я не помню, слушаю. Ну, эти, типа... Один хряк, а второй, типа, носорог, я понял. Да, это... Rocksteady, это мутант-носорог. А-а-а. Вот, да. Это он, да? Мне кажется, ну, типа, наверное. Только это добрый, а тот злой. Первые пробы в ZBrush, Максим. Мне кажется, это просто привет из Обливиона. Чисто Альтмир из Обливиона. Так. Так, так, так. Вот, кстати, не очень понимаю, почему вот некоторые такие очень маленькие рендеры делают все-таки... А, ну, вы, возможно, не рендерите, просто делаете скриншот как бы программы и просто потом обрезаете. Наверное, так. Все-таки рендерите в больших размерах, потому что... Ну, презентация, опять же, тоже очень важный момент. Размер вашего... Вашей работы тоже имеет значение. Размер имеет значение. В данном случае это действительно так. Так же я бы, наверное, тоже... Либо все-таки дорисовал тут ему трапецию какую-то и ключицу, либо обрезал бы чем-нибудь. Ну, просто даже, возможно, кисточкой пройтись и вот тут вот так аккуратненько обрезать, чтобы не было такого, как это сказать, ощущения мяса. Если вы понимаете, о чем я. Просто очень часто так вот тоже многие, новички особенно, новички в основном, обрезают голову таким образом, что... Ну, вот таким вот образом. Или, допустим, руки так обрезают. Тут просто либо вы прям вообще обрезаете, что вы скрываете часть геометрии, либо... Ну, либо... Либо доделаете тело. Просто сейчас это немножко выглядит, как такая отрубленная голова, отрубленная шея. Прям вот как будто тут кусок мяса такого... Висит, немножко жутковато. Вот. А так, что? То, что, что? Вот тут. Ладно, это уже скопируем. Слушай, это на эльфа похоже или на высшего эльфа? Смотри, с какой вселенной. Ну, Зелвар Строулс. Ну, так там простых эльфов нет. Там есть... Ну, там лесные, по-моему, и... Ну, да, лесные. Да. Ну, это больше на высшего эльфа, на Альтмера. Так. Так-так-так-так-так-так. Я бы ему, во-первых, вот тут вот немножко примял этот район. В общем, вот тут примять. Тут, соответственно, тоже. Дальше, 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 дальше. Конечно, более бы ему четкие надбровные дуги вот тут вот сделать. Потому что у него как будто вот надбровные дуги у него вот тут вот, а переносица у него как-то вот как будто выше немножко них. Хочется их все-таки как-то немножко соединить. Согласовать. Да, согласовать, чтобы это было вот так вот. Ну, над ноздрями тоже немножко бы поработать. Так-так-так-так-так. Вот, ну и по поводу того, как обрезать, это что я имел в виду, что вот хотя бы вот так вот сделайте. И то будет получше смотреться. Вот, ну или, соответственно, потом доскульптить ему что-нибудь. Как-нибудь так вот. Соскульптить хотя бы. Тоже будет получше смотреться. Да, успехов. Вот, ну это такое же из основного. Ну и плюс для... Все-таки это все отрендерить, конечно, неплохо бы. Возможно поменять немножко источник света, потому что сейчас он прям вот, прям вот, он прямо смотрит. Прям вот сюда он бьет. То есть даже если вы рендерите просто вот так вот голову в анфас, то хотя бы чтобы свет откуда? Отсюда. К тому же блики у него расположены немножко сбоку. То есть небольшое несоответствие с источником света. Ну и, конечно же, волосы над волосами немножко поработать, чтобы они не выглядели таким вот отдельным каким-то объектом. То есть даже если вы не особо умеете делать волосы поначалу, конечно же, вот я вижу тут следы от кисти, то пусть хотя бы эти следы от кисти будут не настолько хаотичными, а вы вот прям берите вот этот клей билдап и вот такие вот мазки делайте. Чтобы как бы сымитировать мазками от вашей кисти, сымитировать пряди и сымитировать локоны. Вот это будет всяко лучше, чем вот просто там какой-то такой хаотичный. Конечно, это далеко не идеальный вариант, само собой, тоже. Но для начала такой неплохой такой способ. Вообще было бы классно, если бы ты дал фидбэк, если вы не умеете делать волосы, то научитесь как бы. Вот это вот я понимаю фидбэк. Да, если вы не умеете делать волосы, то покупайте мою кисточку. Не, можно просто сказать, то научитесь. Ну да, то научитесь. А ты что, и в кисточке продаешь? Для волос, да, у меня кисточки есть. Покупайте. Рекламочка, рекламочка, на ArtStation. Здравствуйте. На ArtStation я же продаю? И на ArtStation в том числе. На ArtStation и на GAMROAD. Так, в общем, Михаил. Михаил, как он будет доставать этот револьвер? Он же застрелится. Ну да. Интересно, конечно. Ой. Смотрю, изучаю. Да, конечно, формат фидбэка. Без подготовки еще под конец стрима. Я сейчас просто уставший, извините. Уже помираю тут немножко. Мне еще там кто-то что-то лайкает. Вот. Так, 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 так. Что бы тут такого откомментировать? Уже, знаете, сижу и думаю. Что бы тут откомментировать? на самом деле мне в целом нравится я бы возможно только посмотрел в ботинки в первую очередь так да мы поняли что это не rockstead это была шутка мне просто немножко смущает форма его ботинок в том плане что вот тут вот как какая-то немножко странная вмятина все таки наверное форма должна быть более такой вот на самом деле это напоминает в свое время у и 3d был курс по моему по zbrush 4 r3 и там как раз делался подобный персонаж сейчас гном и он там не гном просто миски но я помню гнома они там орка делали это я точно помню там zbrush 4 характер production в общем что-то более какая-нибудь такая вот форма была в его сапог что-то около того вот потом 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 ну потом конечно хочется немножко побольше детализации там на ту же сумку то есть не знаю возможно это работа не доделанная может то есть не знаю но чтобы вот тут вот ремень пряжка чтобы все-таки это был не единый саптул чтобы это все-таки были ой я что-то я рисую абсолютно не тем чтобы это все-таки были разные саптулы это все-таки сделать это не так сложно ну то же самое у сумки чтобы это было отдельным саптулом чтобы вот это вот пуговица ручка это тоже было отдельным вот тут вот тоже какая-то вижу заплатка чтобы она была отдельным вот в общем по мелочи так тут вот вот эти вот шовчики тоже просто так иначе она вот отдает таким вот небольшим мальцом чем больше будет реализации тем лучше чтобы все-таки не в один саптул а а больше всякого разного вот это 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 еще может еще чё-то по лицу скажу так по лицу по лицу по лицу по лицу по лицу возможно кстати вот я заметил то что многие прорисовывают почему-то вот карманы такое чувство что это ну у вас же карман вот этот вот элемент он же отдельно почему вы его не сделаете отдельно это же кстати вроде как карман да 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 ну вот и я и говорю как раз таки что все-таки нужно побольше саптулов чтобы это не выглядело вот как-то вот сейчас это выглядит как какой-то тоже наброс какой-то ну да просто что тут должен быть не знаю какой-то шов даже не очень понятно что это карман не до делу но не до делу но вот в плане лица немножко смущает вот это ой господи а немножко смущает вот это вот место то есть не очень понятно что это такое поближе бы ему глаза все-таки во-первых поставить потому что сейчас они и кодовка друга посажены ну по классике что у нас между глазами должен помещаться глаз тут немножко побольше получается вот то есть как-то более все-таки ему выделить веки более четко что все-таки это не что-то там более такие четкие веки более четкий вот этот вот слезнячок слезняк ну и поближе глаза друг другу и вот тут вот тоже чтобы падинка такая была более явная что-то как-то так возможно у него чересчур большие уши кстати возможно вполне может быть ну а возможно уши я бы ему сделал чуть-чуть поменьше по вертикали не сильно но чуть-чуть так дальше 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 у нас вроде будет последняя работа осталась так алиша надеюсь правильно произнес ну вот тут вот тоже проблема очень маленький размер работы то есть сразу же не очень понятно что это такое откуда это то есть это работа или это просто какая-то знаете вырезка из журнала какого-то примерно такие какие-то ассоциации а так если ой микрофон если более конкретно более конкретно ну во первых конечно хочется ей немножко нос нос тут рисовать чтобы все-таки у нее мозги были чуть-чуть прикрыты а в общем как-то дорисовать ей нос у нас потом мне кажется у нее как будто у меня создается ощущение что у нее немножко косят глаза но я понял почему у меня создается это впечатление потому что у нее симметричный блик а все-таки то есть вот отмечу тут блик тут блик тут блик и тут блик все-таки блик у нас от чего он зависит он зависит от источника света чтобы были такие блики у нее источник света должен быть где-то около носа наверное два таких источника света вот тогда он будет симметричный а так все-таки если у нас источник света падает например вот отсюда то соответственно и блики у нас должны вот у нас один тут блик будет вот тут у нас будет второй блик возможно тут у нас уже ничего не будет ну и конечно их очень утрированными сделал я просто к тому что чтобы показать их положение вот как-то как-то что-то так так получается все получается да все отстрелялись я опять же извиняюсь что это было так сумбурно я просто первых уже все я не какущий я устал и конечно без подготовки действительно сидишь ну и просто первый фидбэк без подготовки это вот сидишь и думаешь так а может быть сделать так а нормально ли это будет выглядеть если сделать так так или так вот и молчишь и думаешь а какую же информацию собственно выпалить так у меня вот который вопрос появлялся я его задавать не буду потому что это длительная тема и здесь надо приглашать уже конкретного спикера это часа на это на несколько часов если интересно появилась идея вот у вас у многих кто сегодня прислал работный фидбэк проблемы с позами с постановкой в позу проблемы с постановкой освещения и так далее и тому подобное вот соответственно хотелось бы найти человека который про это может хорошо рассказать особенно особенно мне кажется про свет потому что большинство делает либо просто ставит один или пару источников освещения ну это большинство либо вот пара источников освещения либо просто hd-ray причем как обычно это одна и та же hd-ray для всех случаев вообще вот поэтому я не буду тебе задавать вопрос а как ты думаешь как лучше всего показывать свои работы потому что мы тут час еще на несколько часов да вот и просто да и просто вместо того чтобы я тебя забанил потому что ты используешь блендер забанишь ты меня потому что я тебя достал это шутка естественно для тех кто не понял в чате для кого шутка для кого реальность после стрима хорошо вот я думаю мы мы постарались ответить на все ваши вопросы но не все к сожалению увидели потому что сейчас сегодня был довольно таки быстро спасибо за за то что уделил нам время юра было приятно пообщаться спасибо что позвали было приятно пообщаться тоже посидеть тут на вашем канале в коем-то веке потому что смотрю смотрю же вас уже сколько давно самого начала практически вот и было приятно стать стать частью вашего сообщества вот господа спасибо что смотрели что разделили это время с нами эти три с половиной часа мы мы как обычно планировали два но что то пошло не так а вы даже два планировали интересно ну просто все началось то пишите комментарии ставьте лайки и дизлайки тут уж как вам понравилось на комментарии то мы и отвечаем вы это видите делитесь видео показывайте бабушкам и дедушкам чтобы они понимали что вы не не в компьютеры эти ваши тупые тыкаете а занимайтесь серьезным делом вы не лодори бездельник а преуспевающий бизнесмен мы тут про налоги между прочим говорили вот всем спасибо и ну всем пока